Глава 1. Культивация с разрушенными меридианами. В провинции 9 небес, намного выше небес, существует 9 галактик из астральных рек. Каждая из этих астральных рек состоит из бесчисленного количества созвездий, переплетенных друг с другом. Эти 9 галактик также известны под общим названием 9 уровней небес. Люди этого мира, ориентированного на культивацию, пропагандируют важность медитации в качество способа ощутить юаньцы неба и земли. С раннего возраста они практикуют методы дыхания, чтобы натренировать духовные ци в своих телах, а также повысить свою жизненную энергию. Они совершенствуют боевые приемы, чтобы, в конце концов, стать боевым культиватором. Те, кто обладает острыми чувствами, могут посредством медитации ощутить существование 9 астральных рек. Путем поглощения энергии, излучаемой бескрайним массивом звезд, и формированием природной связи с любым из созвездий создается астральная душа, и таких людей называют звездными боевыми культиваторами. Но были еще более сильные люди, которые, став звездным боевым культиватором, продолжали тренироваться и уплотнять астральную ци, вытягивая ее из созвездий и безостановочно укрепляя свои тела, и они прорывались из области звездного боевого культиватора. Они силой открывали астральные врата внутри своих тел, что позволило им суметь создать связь с еще большим количеством созвездий и дало возможность уплотнять больше видов различных астральных душ. Легенда гласит, что самые сильные культиваторы в провинции 9 небес были людьми, которые могли открывать астральные врата каждый раз, когда они продвигались в новую сферу. Их талант в культивации был от таков, что они даже могли установить природную связь с созвездиями, которые находились на более высоком уровне, чем 9 уровней небес. В конечном счете, превращаясь в силы, способные бросить вызов небесам и разрушить Землю, известные как боги войны 9 уровней небес. Страна Чу, город небесной гармонии, клан Бай. Весь лоб девушки по имени Бай Цусю был покрыт потом, словно она проходила через огромные мучения, но стиснула зубы и продолжала терпеть дальше. Под завесой тьмы сияние бескрайних звезд, расположенных за чертой неба, казалось, не переставало собираться и светиться на теле Цусю. Манящий блеск контрастировал с ее нежным и красивым телом, а под ее полупрозрачным, мокрым от пота халатом можно было разглядеть белый, как нефрит живот. Однако, в этот момент у Циньвентиня не было абсолютно никакого желания и мотивации, чтобы восхищаться таким красивым видом. Закали свое сердце, боль это лишь мимолетная мысль. Расслабься, представь себя, наполненной красотой и жизненной энергией, парящей среди девяти галактик из астральных рек. Полюбуйся красотой бесчисленных звезд, заблудись в восхитительном сне, и боль постепенно будет ослабевать, пока ты будешь просыпаться. Его голос был мягким и нежным и одиноко дрейфовал вместе с ветром, достигая ушей Цусю, вызывая судороги тела, чтобы снизить напряженность. Когда судороги полностью прекратились, Циньвентиня достал девять серебряных игл и проткнул акупунктурные точки в области головы Цусю. Ах, Бай Цинь, которая стояла неподалеку в качестве зрителя, невольно испустила небольшой вздох, и ее рука потянулась прикрыть рот, увидев, казалось бы, безумные действия Циньвентиня, направленные на ее сестру Цусю. Собери энергию созвездий в своем теле, заставь ее циркулировать по своим меридианам и энергетическим каналам и запечатай ее внутри астральных врат. Таинственный голос Циньвентиня достиг ушей Цусю, методично направляя ее том, что необходимо для поглощения звездной энергии и циркуляции ее по всему телу. Возвращайся назад к девяти уровням небес, ты всего лишь астральная проекция. Теперь найди созвездие, которое резонирует с тобой и попытайся сформировать с ним природную связь. Голос Циньвентиня, казалось, обладал гипнотической силой. Спустя пару минут можно было увидеть, как на лбу Бай Цусю медленно и постепенно уплотняется слабая тень. Этот процесс сбыл сродни тому, когда золотой пын расправлял крылья, испуская ощущения, наполненные чувством красоты и великолепия. Пыр пын, гигантская птица из китайской мифологии. Глаза Бай Цинь были широко открыты. Это было уплотнение астральной души. Ее старшая сестра уплотнила астральную душу. Я сделал все, что мог, остальное теперь зависит только от тебя. Тихо про себя сказал Циньвентянь, а его слегка незрелое лицо наполнилось тяжестью и приобрело чрезвычайно серьезное выражение. Тело Цусю, казалось, сияет великолепием, в конце концов раздался боевой клич птицы, а слабая тень стала вращаться все быстрее и быстрее, уплотняясь в золотого пына. Волна ужасающей астральной энергии вырвалась вперед, когда Бай Цусю открыла свои очаровательные глазки, которые будто бы светились сиянием звезд в небе. Получилось. Бай Цинь запрыгала от радости и бросилась вперед, чтобы обнять Циньвентяня, невнятно пробормотав. Братик Вентянь, все действительно получилось. Закончив говорить, поддавшись порыву, Бай Цинь приблизилась к Циньвентяну и неожиданно поцеловала его в щеку. Поцелуй был целомудренным, полной детской невинности. В глазах Циньвентяня появились искорки веселья, и он разразился громким смехом, а его ранее серьезное лицо, наконец, расслабилось. Какой небесный уровень? Спросил Циньвентянь, смотря с улыбкой на свою невесту. Третий небесный уровень. Бай Цусю тоже улыбнулась. У нее была великолепная улыбка, что полностью демонстрировала ее красоту. Ей исполнялось 16 лет в этом году, и она была одной из четырех красавиц в городе Небесной Гармонии и старшей дочерью клана Бай. Третий небесный уровень. Сестра смогла сформировать природную связь с одним из созвездий третьего уровня с первой попытки. Не значит ли это, что в будущем она сможет уплотнить вторую и даже третью астральные души? Отлично, позвольте мне рассказать эту новость отцу. Казалось, Бай Цусю была еще более возбуждена, чем ее старшая сестра. В этом нет необходимости. Человек среднего возраста направлялся к ним. Это был отец Бай Цусю и Бай Цинь и звали его Бай Цин Сунг. Когда он смотрел на Бай Цусю, его руки слегка дрожали от волнения, пока он говорил. Цусю, ты пострадала. Папа, если бы не братик Вин Тянь у старшей сестры, вероятно, не было бы и шанса успешно уплотнить ее астральную душу. Пропищала Бай Цинь, после чего Бай Цинь Сунг обратил внимание на Вин Тянь и с улыбкой произнес. Вин Тянь, спасибо за сегодня. Тебе следует отдохнуть, а мы вместе с Бай Цусю и пойдем, чтобы не мешать. Хорошо, дядя Бай. С улыбкой ответил Цинь Вин Тянь. С тех пор, как их кланы приняли решение о заключении брака три года назад, Бай Цинь Сунг часто приглашал его остаться в поместье клана Бай и очень хорошо с ним обращался. Бай Цинь, ты пойдешь с нами, не будем беспокоить брата Вин Тяня, строго сказал Бай Цинь Сунг. Однако, Бай Цинь показала язык и сказала. Я хочу еще пообщаться с братиком Вин Тянем. Качая головой, Бай Цинь Сунг поворчал, но согласился и ушел вместе с Бай Цусю. Моя сестра смогла сформировать природную связь с одним из созвездий Три Небесного уровня. Зная отца, он, скорее всего, пошел сообщать об этом всем старейшинам нашего клана. Мне, конечно же, совсем не хочет идти в такое скучное место. Смеясь, тихонько прошептала Бай Цинь. Братик Вин Тянь, раньше я не верила в твои методы, но подумать только, тебе это действительно удалось. В прошлом ты запретил моей сестре поглощать юаньцы неба и земли, а также сказал ей не пытаться уплотнить астральную душу. Может ли быть, что ты планировал подождать до сегодняшнего дня? При поглощении юаньцы неба и земли энергетические каналы и меридианы в теле будут наполнены поглощенным юаньцы, что, в свою очередь, снизит чувствительность, что, в конце концов, уничтожит шанс на уплотнение астральной души. Ответил Цинь Вин Тянь, лежа на земле и созерцая бескрайнее звездное небо. Большинство людей поглощают юаньцы неба и земли, пытаясь почувствовать астральные реки. В таком случае, даже если им не удастся стать звездным боевым культиватором, это не нанесет никакого вреда их пути развития боевого культиватора. Тем не менее, метод Братика Вин Тянь полностью игнорирует поглощение юаньцы неба и земли и увеличивает шансы почувствовать и уплотнить астральную душу. Не слишком ли это рискованно? Если не удастся почувствовать астральные реки девяти уровней небес, то путь становления боевым культиватором будет затруднен из-за отсутствия юаньцы в меридианах. Полюбопытствовала Бай Цинь. Циньер, сколько видов астральных душ ты знаешь? Цинь Вин Тянь задал встречный вопрос. Хаймым очень мало в городе Небесной Гармонии. Лишь несколько человек успешно уплотнили свои астральные души, потому я не особо много знаю об этом, а что насчет Братика Вин Тяня? В девяти астральных реках существует бесконечное количество созвездий, которые могут образовывать природные связи со звездными боевыми культиваторами. Среди огромного множества звездных созвездий есть также бесконечное множество типов астральных душ. Те, кто уплотняет астральную душу, основываясь на созвездии Льва, обнаружили бы, что обладают тиранической мощью свирепого зверя, с которой способны с легкостью разорвать тигра или леопарда. Те, кто уплотняют астральную душу, основываясь на созвездии Небесного Предсказания, обнаружили бы, что их зрение и чувствительность значительно обострились, что позволило бы им видеть дальше, а также увеличило бы их способности предсказывать движение противника в бою. Те, кто уплотняют свою астральную душу, основываясь на созвездии Кузнеца, могут стать великими кузнецами. Если на основе созвездия Великой Мечты, то могут культивировать в своих снах, и даже могут получить возможность насылать на врага иллюзии и вызывать галлюцинации. Ничего себе! Совершенствоваться во сне и создавать иллюзии – это слишком волшебно. В полголоса пробормотала Байцин. Эта область настолько огромна, что я слышал, что многим культиваторам из внешнего мира удалось уплотнить множество уникальных, странных и завораживающих видов астральных душ. Они даже могут с легкостью парить в небе и прорывать тоннели в земле. В этом мире звездные боевые культиваторы – истинные правители и диктаторы, а боевых культиваторов можно расценивать, как муравьев. Если вы не можете стать одним из правителей, то можете также отказаться от совершенствования. Глаза Цинь-Винь-Тянь пылали. Он был полон решимости стать выдающимся звездным боевым культиватором, уплотнить много различных типов астральных душ, становиться все сильнее и летать по небу и путешествовать по огромному миру. Дядя Блек однажды сказал, что город небесной гармонии слишком мал, по сравнению с миром он был словно мелким насекомым. Но я слышала, что… Нерешительно забормотала Бай Цинь. Ты слышала, что я родился с искалеченными меридианами, и мне никогда не суждено было встать на путь культивирования. Цинь-Винь-Тянь улыбнулся. Он встал и сказал. Кто сказал, что те, кто родился с искалеченными меридианами, не способны культивировать? Я буду единственным, кто бросит вызов логике и станет чрезвычайно выдающимся звездным боевым культиватором. Глядя на уверенное лицо Цинь-Винь-Тяня, Бай Цинь фыркнула от смеха и искренне добавила. Я тоже верю в братика Винь-Тяня, я пойду, чтобы не мешать тебе культивировать на пути к звездному боевому культиватору. Хорошо, помни отдыхай почаще и не поглощай юаньцы неба и земли. Снова напомнил ей Цинь-Винь-Тянь. Поняла. Бай Цинь показала язык Цинь-Винь-Тяню, после чего, смеясь, убежала. Глядя на ее гибкий и грациозный вид сзади, Цинь-Винь-Тянь замер, так как его внезапно настигло понимание. Незаметно эта девочка уже выросла, в свои 15 лет она уже не та маленькая 12-летняя девочка, с которой он познакомился 3 года назад. Цинь-Винь-Тянь улыбнулся и погрузился в воспоминания. Когда Бай Цинь ушла, Цинь-Винь-Тянь начал культивировать и, несмотря на свои искалеченные меридианы, он все равно шел вперед и, закрыв глаза, вошел в состояние медитации. Он начал собирать энергию созвездий, циркулирующую вокруг него, через поврежденные пути его меридиан. Взрывная сила энергии созвездий постоянно толкалась и разбивалась в разбитых путях, будто бы угрожая растереть его меридианы в порошок. В этот момент лицо Цинь-Винь-Тянь исказило гримаса боли и страдания. Эта боль по сравнению с болью Бай Цусюи, она была как осенний дождик перед лицом грозы. Напряженность, которую он ощущал, была выше, по меньшей мере, в 10 раз. У него не было выбора, кроме как стиснуть зубы и продолжать дальше. Энергетические каналы и меридианы были путями, соединяющими потоки энергии в человеческом теле, но если меридианы были повреждены, то человека можно было считать инвалидом с неполноценным телом. Культиваторам, кроме расширения и укрепления меридиан, после области очищения тела, приходилось восстанавливать свои энергетические каналы, переделывать их в 9 больших меридиан, соединяя со всеми 7 главными отверстиями, а также совершенствовать свои внутренние органы, 4 конечности и даже структуру костей. Только тогда они смогут в полной мере раскрыть свой истинный потенциал. Когда Цинь Винь Тянь умышленно калечил свои энергетические каналы и меридианы, то, если бы не дядя Блэк, погрузивший его в различные лекарственные средства растительной медицины, он бы давно превратился в инвалида. Травяной раствор был настолько эффективен, что Цинь Винь Тянь не только не стал инвалидом, но в дополнение к его усиленным ежедневным тренировкам вскоре он начал восстанавливаться до телосложения нормального человека. Однако, Цинь Винь Тянь не был идиотом. Калечить меридианы явно не было его целью. В трансформации звездных меридиан была запись о том, что только с разрушенными меридианами можно было получить возможность реконструировать их и превратить в набор идеальных звездных меридиан. Концепция состояла в разрушении первых несовершенных, а после установка вторых совершенных. Глава 2 Вместо благодарности вражда, утренний воздух был освежающе чистый. Цинь Винь Тянь после ночной медитации чувствовал, что у него удивительно ясная и бодрая голова. В результате без поглощения юаньцы неба и земли его тело было относительно слабым, поэтому Цинь Винь Тянь предпочитал каждое утро делать пробежку, используя самый старый и надежный метод для тренировки тела. Все в клане Бай могли видеть, чем он занимается каждый день и, хоть и считали этот метод тренировок странным, постепенно привыкли к нему. С разрушенными меридианами было невозможно молодому мастеру культивировать даже самые базовые формы боевых искусств, так что казалось, что он надеялся закалить свое тело, используя бег в качестве способа достичь первого уровня области очищения тела. Это было лишь мечтой глупца, и в результате все в клане Бай презирали Цинь Винь Тяня. Если бы не счастливое стечение обстоятельств, при которых Цинь Винь Тянь являлся молодым мастером клана Цинь, лидер клана Бай никогда бы не выбрал такого отброса, как Цинь Винь Тянь, женихом своей дочери Бай Цусю. Я слышал, что старшая мисс прорвалась в сферу звездного боевого культиватора прошлой ночью, так что интересно, будет ли помолвка все еще в силе. Несколько голосов, принадлежавшие слугам клана Бай, незаметно обсуждали, пока они смотрели на бегающего Цинь Винь Тяня. Да, я слышал, что прошлой ночью мастер клана собрал всех старейшин на срочную встречу, чтобы распространить новости по всему городу. Ходят слухи, что старшей мисс Цусюе удалось сформировать природную связь с созвездием третьего небесного уровня. Даже среди звездных боевых культиваторов они гений из гениев. Да, согласен. У людей изначально есть астральные врата, которые могут быть использованы для хранения астральных душ. Но если у человека нет таланта, то невозможно уплотнить астральную душу. И, тем не менее, старшая мисс смогла почувствовать созвездие третьего небесного уровня. В будущем, когда она будет прорвется с девятого уровня области очищения тела в область артериальной циркуляции, то сможет еще раз открыть астральные врата, с помощью которых сможет уплотнить вторую астральную душу. По крайней мере, она тоже должна быть третьего небесного уровня. Это слишком страшно. Не могу себе представить, какой уровень силы у нее будет, если она еще раз откроет астральные врата. Кроме того, астральная душа третьего небесного уровня содержит огромное количество энергии, по сравнению с астральной душой первого небесного уровня. Очень похоже, что положение этого отброса скоро исчезнет. Только эти слуги не знали, что их тихие голоса были слышны Циньвентянем. Циньвентянь медитировал в течение многих лет. Таким образом, его чувствительность была чрезвычайно сильно развита и находилась далеко за пределами обычных людей. Он даже мог услышать и различить мельчайшие изменения в оттенках голоса. Однако, Циньвентянь не принял близко к сердцу сплетни, о которых шептались слуги. Он знал Байцусю уже три года и тесно общался с ней каждый день. Вдвоем они уже достигли стадии, похожей на родственные отношения. Даже если Байцусю не любила его, это не имело значения, так как два клана, к которым они принадлежали, запросто могли решить вопрос путем небольшого обсуждения. На самом деле, ему не важно, даже если брак не состоится, потому что Байцусю и была для него, как сестра. Семь дней осталось до того, как дяде Баю исполнится 50 лет, и точно в этот день я начну уплотнять свою астральную душу. Это можно было бы также посчитать подарком дяде Баю. Циньвентянь улыбнулся, когда представил себе картину. Все считали, что он не может культивировать из-за разрушенных меридиан, но они никогда не узнают, что это на самом деле. Дядя Блэк сказал ему разрушить собственные меридианы. Циньвентянь ни разу не ставил под сомнение слова дяди Блэка, и с помощью методов, которым он его обучил, он сильно помог Байцусю уплотнить ее астральную душу. Тем не менее, дядя Блэк был эксцентричной личностью и строго запретил Циньвентянь упоминать о его существовании в присутствии других. Циньвентянь замедлил шаги, так как неосознанно оказался во дворе особняка Байцинсонга. Вентянь раздался рядом голос только что появившегося Байцинсонга. Он посмотрел на него, прежде чем спросить, снова бегаешь? Да, кивнул головой Циньвентянь, как Байцинсюэ, я хотел бы навестить ее. Вентянь, даже если ты не способен культивировать, это не имеет значения. Не будь слишком строг к себе. Байцинсонг не ответил на вопрос Циньвентяня, на мгновение удивив его, а затем Циньвентянь успокоился и ответил. Я буду стараться еще упорнее. Тебе не нужно заставлять себя, на самом деле, будучи обычным человеком, создание семьи и мирная жизнь, довольно хороший выбор. Продолжил говорить Байцинсонг, в результате чего Циньвентянь замер на месте, а потом посмотрел на Байцинсонга и не мог не почувствовать, словно разговаривает с незнакомцем. Хорошо, Циньвентянь натянута улыбнулся и сказал. Дядя Бай, я пойду. Хорошо, и прими к сведению, не бегай здесь несколько дней. Заявил Байцинсонг, и после того, как Циньвентянь ушел, он не позволил ни Байцин, ни Байцусюэ встречаться с ним, а в это время новости о Байцусюэ, уплотнившие астральную душу, распространились по всему городу небесной гармонии. Когда наступил третий день, утром Циньвентянь закончил медитировать. Когда он прогуливался снаружи, то понял, что два стражника преградили ему путь. Тут его сердце сжалось, а взгляд стал холодным, после чего он спросил, что все это значит, снаружи сильные беспорядки. Молодой мастер Цинь, было бы лучше вам оставаться здесь следующие несколько дней. Холодно ответил один из стражника, пока сердце Циньвентянья продолжало сжиматься. Раньше все в клане Байц уважением приветствовали его, молодого мастера-жениха, но теперь этот стражник осмелился использовать такой холодный тон во время разговора с ним. Циньвентянь был обеспокоен не своим статусом, а отношением. Что случилось? Циньвентянь вдруг почувствовал холодок внутри. С тех пор, как он помогал Цусю уплотнить ее астральную душу, ему казалось, что все перевернулось с ног на голову. Молодому мастеру Цинь лучше заняться своими дела и послушно оставаться внутри дома. Как вы смеете? Не выдержал Циньвентянь. Я хочу увидеть дядю Бая. Услышав это, один из охранников холодно усмехнулся, глядя на Циньвентянья, прежде чем сказать. Отброс. Я повторюсь, тебе лучше послушно оставаться у себя дома. Вы действительно думали, что вы нам молодой мастер-жених? Сердце Циньвентянья упало глубоко вниз. Он не был глупым человеком, как он мог не догадаться, что происходит. Сейчас его заключили под стражу, и когда он вспомнил слова, что сказал ему несколько дней назад дядя Бай, то понял, что клан Бай захотел расторгнуть помолвку. Дядя Бай, если вы хотели расторгнуть помолвку, вы могли бы напрямую поговорить об этом со мной. Подумал Циньвентянь, ощущая, что его словно раздирают изнутри. Может ли быть, что все отношения с кланом Бай за последние три года были лишь игрой? Циньвентянь знал причину, почему клан Бай предложил помолвку. Они хотели позаимствовать силу клана Цинь, но подумать только, что клан Бай осмелится так поступить сегодня. Закрой свой рот. Раздался укоризненный голос, и Циньвентянь повернул голову, увидев бегущую к нему Бай Цинь, которая затащила его в свой дом. Братик Вентянь, глаза Бай Цинь были красными от слез, когда она смотрела на Циньвентяня. Братик Вентянь, мой клан Бай оскорбил тебя. Я не понимаю. Циньвентянь спросил. Циньр, я хочу встретиться с твоим отцом. Если он хочет отменить помолвку, то я бы мог оговорить своим приемным отцом об отмене. Я, Циньвентянь, никогда не заставлю кого-то делать то, что им не хочется. Братик Вентянь, мой папа. Клан Бай, они хотят убить тебя. Слезы потекли по щекам Бай Цинь, а ее голос дрогнул. Ее слова были сродни грому, ударившему прямо в сердце, поразив Циньвентяня. Убить меня? Почему? Циньвентянь был в недоумении, так как он не мог понять. Братик Вентянь, не спрашивай, почему, тебе лучше побыстрее уйти. Слезно умоляла Бай Цинь. Циньвентянь задумался на мгновение, прежде чем сказать. Как я могу уйти, если я уже в ловушке? Я давно подготовила для тебя быстрого скакуна у черного входа. Тебе просто нужно взять меня в заложники и уйти. Бай Цинь достала кинжал и передала его Циньвентяну, заставляя его приблизиться. Мастер клана. За пределами дома, в котором находился Циньвентянь, раздался голос в сочетании со множеством шагов, от чего лицо Бай Цинь побледнело от страха. Братик Вентянь, поторопись. Циньер, скажи мне, почему? Циньвентянь медленно произносил каждое слово, не сводя глаз с Бай Цинь. После того, как старшая сестра стала гением, в ту же ночь эта новость распространилась по всей страничью и, в конце концов, клан Е из Королевского города выразил заинтересованность в браке. Клан Е из Королевского города. Воздух вокруг Циньвентяня похолодел на несколько градусов. Они заклятые враги моего клана Цинь, так клан Бай хочет использовать мою жизнь, чтобы объявить о том, что они действительно обрубили все связи с кланом Цинь, и использовать мою смерть в качестве подарка к помолвке с кланом Е из Королевского города. Братик Вентянь, пожалуйста, прекрати говорить. Бай Цинь сунула ему в руки кинжал, только чтобы увидеть, как он качает головой и поглаживает ее по щеке, его холодное выражение лица сменилось на нежную улыбку. Неважно, насколько я, Циньвентянь, бессилен, я все же не могу пасть так низко, чтобы направить на тебя кинжал. Дверь распахнулась, и лицо Бай Цинь тут же побледнело. Бай Цинь, подойди, холодно заявил Бай Цинь Сонг. Нет, папа, старшей сестре удалось уплотнить астральную душу третьего небесного уровня только благодаря помощи братика Вентиня. Почему мы платим злом на добро? Заорала на своего отца Бай Цинь. Да что ты знаешь, талант твоей сестры находится далеко за пределами нашего воображения. Она уплотнила астральную душу тринебесного уровня, основываясь исключительно на своих способностях, своими собственными силами. Когда это она нуждалась в чьей-либо помощи, спокойно заявил Бай Цинь Сонг, глядя на Бай Цинь. Он слегка смягчил свой тон. Бай Цинь, ты еще юна, послушайся папу и подойди сюда. Циньер, иди к нему. Мягко сказал Цинь Вентянь, заставив ее тем самым напрячься и беззвучно произнести. Братик Вентянь, помни, чему я тебя учил. Цинь Вентянь нежно потрепал волосы Бай Цинь и мягко подтолкнул в сторону Бай Цинь Сонга. После чего он взглянул на Бай Цинь Сонга, а затем спокойно спросил. Дядя Бай, что вы собираетесь делать со мной? Цинь Вентянь, ты не только отброс, рожденный небесами, но и твое поведение вызывает слишком много подозрений. Считаешь, что у тебя есть шансы на мою младшую дочь? Скажите мне, как я должен поступить с тобой? В данный момент Бай Цинь Сонг казался полным незнакомцем Цинь Вентяню. Цинь Вентянь мог лишь рассмеяться в ответ, ведь его последняя надежда полностью угасла. Глядя на Бай Цинь Сонга, он спросил. Я только хочу знать, какова была реакция Бай Цусюя. Тебе не нужно это знать. Холодно ответил Бай Цинь Сонг, испуская жажду убийства. Сегодня, если я умру в клане Бай, независимо от причины, я могу гарантировать следующее. Мой приемный отец, несомненно, приведет свою армию и сравняет с землей клан Бай. Неожиданно без страха в глазах заявил Цинь Вентянь. В тот момент его мягкое лицо сменилось на стальное выражение лица. Дядя Бай, у клан Бай до сих пор нет достаточно сил, чтобы бороться против моего клана, поэтому настоятельно рекомендую не выступать против меня. Потрясенный до глубины души Бай Цинь Сонг уставился на Цинь Вентянь. Подумать только этот мягкий юноша был настолько свиреб к нему. Поразмышляв некоторое время, Бай Цинь Сонг повернулся к нему спиной и ушел. Проводите вторую мисс обратно в свою комнату и не дайте ей ни шагу ступить оттуда. А насчет Цинь Вентяня убедитесь, чтобы он не покинул этот двор. Глава 3 Пробуждение гения Когда он увидел, что Бай Цинь Сонг и его люди уходят, Цинь Вентянь не мог не почувствовать холод, грызущий его душу. Всего за одну ночь все построенные отношения с кланом Бай были разрушены. Некогда дружелюбный дядя Бай хотел по-настоящему убить его. Несмотря на исключительный темперамент и характер Цинь Вентяня, он все еще ощущал пустоту в сердце, что не давало ему успокоиться долгое время. В конце концов, после глубокого вздоха на немного юном лице Цинь Вентяня постепенно начала появляться улыбка. И что с того, что со временем человеческие отношения меняются, ему просто нужно быть самим собой. Он знал, что доброта, проявленная его приемным отцом, была очень ценной, и еще была Циньер, которая действовала за спиной отца и предупредила Цинь Вентяня об опасности. Тем не менее, у Цинь Вентяня не было много времени, чтобы разобраться в собственных мыслях. Ему надо было как-то выпутаться из сложившейся ситуации, и культивация была единственным способом сделать это. Цинь Вентянь сел, скрестив ноги, глядя на кусочек камня, который всегда висел у него на шее, и сказал «Этот проклятый старикан». Дядя Блэк сказал, что этот сломанный кусочек камня – это все, что ты мне оставил. Не затягивай меня в ад, чтобы поскорее встретиться там». После этого Цинь Вентянь вытащил из-за пазухи девять серебряных игл и воткнул их в точки акупунктуры головы. Он быстро закрыл глаза и успокоил свое сердце, словно все забыл и, войдя в состояние глубокой медитации, представил себя в качестве сосуда. Очень быстро Цинь Вентянь смог почувствовать юаньцы неба и земли, а также потоки астральной энергии. Это был эффект медитации, слабые ощущения или сильные – все зависело от чувствительности. Восприятие Цинь Вентянь было чрезвычайно сильно. Такой уровень силы, не считая его собственного таланта, был заслугой ежедневных медитаций. Несмотря на то, что на дворе был день, он быстро вошел в нужное состояние, быстро собрал вокруг своего тела астральную энергию и направил ее в тело через меридианы для циркуляции по всему телу. На данный момент, несмотря на тот факт, что все меридианы и энергетические каналы в теле Цинь Вентянь были полностью разрушены, он не придавал этому значения и продолжал гонять астральную энергию по всему телу. Он оставался в этом состоянии вплоть до того момента, как взошла Луна, и тут свет от созвездий стал собираться на теле Цинь Вентянь, окутывая его слоем звездного света. Цинь Вентянь, используя свое воображение, представлял себе путь в девять небесных уровней. Его способности к восприятию продолжали усиливаться, достигая все больших высот в попытке ощутить астральные реки девяти небесных уровней. Этому методу самогипноза научил его никто иной, как дядя Блык. Иногда это было необходимо, чтобы получить более сильную волю путем самовнушения. Наряду с увеличением области досягаемости его чувствительности Цинь Вентянь начал ощущать легкое давление, а его восприятие достигало все больших высот. Тем не менее, ничто не могло остановить его. Внезапно Цинь Вентянь почувствовал себя стоящим посреди бескрайнего звездного пространства. Он прибыл к первой астральной реке. С каждой секундой пребывания здесь Цинь Вентянь чувствовал, как его душа все больше поражается величием бескрайних просторов. Стоя рядом с бесчисленным количеством созвездий в пределах девяти небесных астральных рек, он чувствовал себя муравьем в пустоши, песчинкой на пляже, каплей воды в огромном океане. Созвездие Метлы Цинь Вентянь смог ощутить первое созвездие в своем окружении, и это созвездие приняло форму Метлы, то есть это было созвездие Метлы. ПП. Созвездие Метлы или Звездная Метла, каламбур на китайском языке, что означает невезение. Созвездие Ива Если я уплотню свою астральную душу, сформировав природную связь с этим созвездием, то мое тело станет легким и гибким, прямо как Ива. Созвездие Водной Змеи Созвездие Небесной Цитры Цинь Вентянь застыл в глубоком вдохе. Оказалось, что если бы он захотел, то смог бы сформировать природную связь с любым из созвездий, окружающих его. Даже с теми созвездиями, которые были признаны в качестве высших даже звездными боевыми культиваторами. Тем не менее, ему не хотелось сдаваться так рано. Успокоив себя, Цинь Вентянь позволил своим чувствам распространиться еще дальше, проходя первый небесный слой и идя вверх, прежде чем достигнуть три небесного уровня. Он чувствовал, как давление становится все сильнее и сильнее, отчего Цинь Вентянь расстроился, ведь он потерял возможность быть столь беспечным и расслабленным, и в то время медленно обдумывал, какое созвездие он бы выбрал, если бы находился на первом небесном уровне. Если бы другие звездные культиваторы узнали, о чем он думал, то начали бы плеваться кровью. Цинь Вентянь не знал, насколько сильна была его чувствительность. Но если взять в качестве примера Байцусюэ, которая уплотнила астральную душу путем формирования природной связи с созвездием третьего небесного уровня, то она уже известна во всей стране Чу. Действительно, мощь астральной души после формирования природной связи с созвездием третьего небесного уровня несравненно больше, чем у первого и второго. Однако, третий небесный уровень еще не предел для меня, я могу идти дальше. Способность воспринимать Цинь Вентянь резко выросла, и давление, что он чувствовал, также увеличилось в силе. Словно давление хотело остановить его от продолжения пути, и Цинь Вентянь начал ощущать волны боли, атакующие его голову. Несмотря на это, он стиснул зубы и упорно продолжал подниматься дальше. Боль – лишь мимолетная мысль, мне надо расслабиться, и боль пройдет, когда я выйду из этого состояния. Цинь Вентянь прибыл на четвертый небесный уровень, где от созвездий исходила колоссальная энергия, только усилившая его порыв броситься и сформировать с ними природную связь. Цинь Вентянь знал, что до тех пор, пока ему хотелось, он мог в один миг стать беспрецедентным гением страны Чу. Дядя Блэк подготовил для меня информацию о созвездиях пятого небесного уровня, очевидно, что я не могу не оправдать его ожидания. Цинь Вентянь молча сконцентрировался и обострил свои чувства до предела, пытаясь продолжить путь вверх. Сформировать природную связь и уплотнить астральную душу очень трудно. Помимо таланта, нужно обладать твердой решимостью. Подбадривал себя Цинь Вентянь, чтобы вынести раскаленные волны боли, терзающие его голову, и продолжить путь наверх. И, наконец, он прошел мимо четвертого и прибыл на пятый небесный уровень. Перед ним было созвездие в форме черепа, испускающие устрашающую ауру, наполненную злом и злобой. Созвездие черепа. Цинь Вентянь отдалил свое астральное тело и отбросил чувства. В настоящее время, в отличие от опыта на первом небесном уровне, у него больше не было возможности ощутить все созвездия на одном дыхании. Он мог ощущать только по одному созвездию. Спустя мгновение он наткнулся на созвездие, которое, казалось, наполнялось вулканической аурой. Это же созвездие Тлеющего Льва. Если я сформирую с ним природную связь, то получу возможность контролировать пламя ужасающей силы, и мощь, которой я буду обладать, будет просто тиранической. Предположил Цинь Вентянь, но, в конце концов, решил не делать поспешных решений, а исследовать звездные горизонты в поисках других созвездий. После чего он почувствовал рядом другое созвездие, которое имело форму огромного молота. Это было созвездие Небесного Молота. Созвездие Небесного Молота. Цинь Вентянь попытался вспомнить информацию, которую дал ему дядя Блэк касательно этого созвездия. Вдруг он успокоил свое сердце и решил рискнуть. Его экстраординарная чувствительность начала увеличиваться в попытке соединиться и сформировать природную связь с созвездием Небесного Молота. Он представлял себя в качестве готового сосуда, медленно сливаясь с астральной энергией из созвездия Небесного Молота, а в это время колющие боли в его голове усилились. Колонны звездного света начали каскадом не спадать с Небес, выстреливая из различных астральных рек, прежде чем упасть на тело культивирующего Цинь Вентяня, окутывая его тело звездным сиянием. Астральная энергия стала сливаться с телом Цинь Вентяня, пока некоторые потоки света концентрировались на камне, висевшем у него на шее. Тут после того, как ужасающая астральная энергия сконцентрировалась на обычном камне, висевшем на шее Цинь Вентяня, камень начала слепительно ярко светиться и разрушаться. Остаток камня стал сливаться с телом Цинь Вентяня до тех пор, пока камень полностью не исчез. Только теперь столбы звездного света полностью сконцентрировались на теле Цинь Вентяня. Сосредоточенное на многих точках огромное количество астральной энергии было просто тираническим. Слабая тень с формой небесного молота стала сливаться с телом Цинь Вентяня, пока боль в его голове не стала настолько сильной, что, казалось, голова сейчас взорвется. Тем не менее, как Цинь Вентянь мог отступить в такой момент? Он стиснул зубы, упорно намереваясь продолжать без намека на то, чтобы сдаться, и позволил астральной Ци циркулировать по его разрушенным меридианам, постепенно образуя форму спирали Ци, и в то же время он рисковал своей жизнью, чтобы завершить уплотнение астральной души. Ибо только после этого он мог считать, что действительно вступил в ряды звездных боевых культиваторов. Бам-бам-бам! Раздавались грохочущие звуки, раздавались внутри тела Цинь Вентяня, поскольку тираническая астральная Ци хаотично носилась по разрушенным энергетическим каналам и меридианам, следуя направлению, которое задавало спиральные Ци, что лихорадочно вращалось вокруг и циркулировало по всему его телу. Цинь Вентянь знал, что это был самый важный момент и что только после того, как ему удастся пересоздать меридианы, он мог считаться закончившим свою трансформацию. Необычайную боль было очень тяжело вынести, но труднее всего было то, что Цинь Вентянь сосредоточился на параллельном выполнении двух задач, как на уплотнении астральной души, так и на восстановлении разрушенных меридианы энергетических каналов по всему телу. Боль это лишь мимолетная мысль. Сердце Цинь Вентянь было полно решимости и тираническая энергия Ци, вливаясь в его тело, открыла путь астральной энергии, соединяющей все его тело, и успешно образовала легендарный набор меридиан. В это же время очертания небесного молота постепенно формировались, и в угол Керта Цинь Вентяня появилась кровь. Наконец он выплюнул сгусток свежей крови, прежде чем окончательно потерять сознание. Пока Цинь Вентянь был без сознания, снаружи особняка клана Бай возле окна в гостинице «Чистый ветер» стоял Мошанг. У него на лбу была слабая тень астральной души. Эту астральную душу уплотняют путем формирования природной связи с созвездием небесного зрения, и она была одной из трех астральных душ, уплотненных Мошангом. Астральная душа небесного зрения. Какой сильный астральный свет, талант Бай Цуси действительно экстраординарный. Похоже, у нее не будет проблем при прохождении первого этапа проверки. Мошанг бросил взгляд на горизонт, сосредоточив внимание на каскаде звездного света, стекающегося в клан Бай. Только после того, как астральное давление исчезло, он выдохнул, даже не поняв, что это было. Давление, испускаемое этим источником астральной энергии, по меньшей мере, принадлежало к созвездию третьего небесного уровня, и в клане Бай, кроме Бай Цуси, не было никого, кто смог бы сформировать природную связь с созвездием третьего небесного уровня. Потягиваясь, Мошанг решил этой ночью поспать. Услышав, что Цуси из города небесной гармонии удалось уплотнить астральную душу третьего небесного уровня, император страны Чу сразу же послал людей, чтобы подтвердить это, и Мошанг был в группе разведчиков. Несмотря на интенсивную конкуренцию между разведчиками, Мошанг не был обеспокоен тем, что кто-нибудь сможет вырвать Цуси из его руки. В конце концов, он был представителем от престижной императорской звездной академии. Глава 4. Техника очищения тысячекратной закалки. Цинь-Винь-Тянь проснулся посреди ночи и затряс головой, пока его сердце беспорядочно билось. Моя астральная душа пробормотал Цинь-Винь-Тянь, будто пытаясь вспомнить что-то, он закрыл глаза, входя в медитативное состояние. В следующий миг луч ослепительного света осветил всю комнату, и на лбу Цинь-Винь-Тянь появилась слабая тень в виде огромного молота. Он был невероятно великолепен, словно он был окутан звездным светом. Получилось подумать только, я успешно уплотнил астральную душу, сформировав природную связь и объединившись со звездием небесного молота. Теперь мне просто нужен метод культивации, который будет полностью соответствовать и дополнять мою астральную душу небесного молота, только так я смогу раскрыть свою полную силу. Пробормотал под нос Цинь-Винь-Тянь, после чего слегка нахмурил брови, когда обнаружил нечто, похожее на остатки звездного света, скрытое в его сознании. Что это? Цинь-Винь-Тянь погрузился глубже в сознание, чтобы изучить. В своем сознании он обнаружил слабую тень в форме созвездия небесного молота, которая занимала все место в астральных вратах. Когда он погрузился еще глубже, то почувствовал крохотную часть астральной энергии, находящейся в тени небесного молота, которая непрерывно излучала непостижимую астральную энергию, что, казалось, ограничивало астральную душу небесного молота. Цинь-Винь-Тянь почесал затылок в недоумении, почему такое появилось в его сознании. Может ли быть, что Цинь-Винь-Тянь смутно припомнил, что с ним происходило до того, как он потерял сознание? И дабы подтвердить свою догадку, посмотрел на камень, висевший на шее. Там была только веревка, камень пропал. Ах, этот камень оставил мне чертов старикан. Лицо Цинь-Винь-Тяня напряглось. Пыпы. Камень оставил его биологический отец. В этот момент свет, излучаемый астральным существом, был выпущен из верхней части слабой тени небесного молота. Выпущенные точки звездного света были настолько перенасыщены, что взорвались, а после раздался и сам звук взрыва. А Цинь-Винь-Тянь почувствовал, как его голова раскалывается от боли, фрагменты памяти начали течь прямо в его сознание. После этого свет стал настолько слабым, что, казалось, и вовсе исчез, и даже Цинь-Винь-Тянь не мог ощутить его. Техника очищения тысячекратной закалки. Это, это была техника хранения памяти. Это астральное существо, на самом деле, содержало в себе память, и после того, как оно почувствовало астральную душу, оно слилось с ней. Сердце Цинь-Винь-Тянь бешено стучало от волнения, когда он понял, что произошло. Внезапно в его сознании стали появляться различные воспоминания. Набор техник культивации, которые могли использовать как юаньцы неба и земли, так и астральную ци для закалки тела, укрепления костей, очистки меридиан и усиления органов. Это была первая область боевого культиватора. Область очищения тела, чтобы культиватор получил идеальное тело. В общей сложности было 9 уровней области очищения тела. После очищения тела происходит очищение примесей, и можно было использовать внутренние юань, чтобы простимулировать точки акупунктуры, обеспечивая тем самым высокую прочность этих самых точек. После чего все энергетические каналы и меридианы соединяются между собой, образуя круг кровообращения, в котором расширятся все кровеносные сосуды. Таким образом, неисчерпаемая энергия будет вращаться через новообразовавшийся путь и порождать безграничную мощь с помощью специальных боевых техник. Эта область была названа областью артериальной циркуляции. Область очищения тела дает безупречное человеческое тело, которое может задействовать весь потенциал человека. На этом уровне человек получает богатырскую силу, которая позволила бы разрывать леопардов и тигров, а также разрубать огромные скалы надвое. Область артериальной циркуляции дает безграничную мощь и страшную силу. Не было ничего, что было бы невозможно достичь с этой силой. После этого была легендарная область, которая обладала несравненной мощью, область сосредоточия Юянь. На этом этапе вся энергия Юянь будет конденсироваться в жидкую форму и формировать фундамент сосредоточия Юянь в теле. Культиваторы, находящиеся в этой области, обладают колоссальной силой и могут с легкостью летать по небу. Звездные культиваторы, которые уплотнили свою астральную душу, могут свободно поглощать Юянь Ци созвездий. Юянь Ци созвездий было известно, как астральные Юянь Ци или астральные Ци. Астральные Ци, поглощенные звездным боевым культиватором, дополняют созвездия, с которым он сформировал природную связь. Например, у тех, кто уплотняет астральную душу в созвездии Льва. Астральные Ци в телах обладают свойствами, аналогичными их созвездий. Это значит, что у них будет мощь свирепого Льва, и при атаке их сила увеличивается. А если использовать астральные Ци в сочетании с астральной душой, мощь стала бы еще больше. Именно поэтому звездные боевые культиваторы властвовали над всеми в этом мире. Обычные техники культивирования – это совершенствование и закалка тела через страдания и боль. Но это техника очистки тысячекратной закалки сродни самоистязанию. Неоднократно терпеть удары кузнечного молота сто раз, а затем одна тысяча раз. Сталь должна коваться неоднократно, прежде чем будет сделан хороший меч. Только путем постоянного совершенствования можно прорваться через пределы и преодолеть себя. Сердце Циньвинтянь отрепетало, и он неожиданно решился. После чего встал и направился к тренировочной площадке на заднем дворе. Ух Циньвинтянь сделал глубоких вдох перед тем, как поднять голову и посмотреть на звезды в бескрайнем небе. Легкая улыбка появилась на его лице. Теперь, когда он уплотнил астральную душу, он мог поглощать астральные ци и встать на путь культивирования. Закрыв глаза, Циньвинтянь высвободил свою астральную душу, а также с помощью своей чувствительности ощутил природную связь со звездием небесного молота, расположенным на пятом небесном уровне. В этот момент властная, агрессивная астральная ци каскадом обрушилась на тело Циньвинтяня, окутывая его слоем звездного света. Циньвинтянь мог четко почувствовать каждое колебание этого властного, агрессивного астрального ци, которое исходило от пятого небесного уровня. Разрыв в мощи астрального ци звездных боевых культиваторов, которые уплотнили астральную душу на пятом небесном уровне, несравненно огромный, по сравнению с теми, кто уплотнил на первом или втором небесном уровне. Их даже нельзя было сравнивать. Прошло много времени, прежде чем сосуд Циньвинтяня был полон до краев, и он начал осуществлять технику очищения тысячекратной закалки. Тут же множество молотов стали объединяться с его телом и начали остервенело ковать. Только поглощая астральную ци, он не смог бы достичь области очищения тела. Единственный способ – это использовать технику, что он получил, и одновременно поглощать астральные ци. Только в этом случае его тело стало бы сильнее и достигло бы области очищения тела. Как же больно! Ручейки пота начали появляться на лбу Циньвинтяня, когда от его тела раздался скрежет. Он переносил постоянные атаки астральных молотов. Только выдержав эту мучительную боль, порожденную техникой очищения тысячекратной закалки, он сможет достичь идеального тела. Чем больше был источник агрессивного астрального ци, тем интенсивнее будет боль. Арк Циньвинтянь издал низкий рев, но по-прежнему был полон решимости терпеть боль, причиняемую техникой очистки тысячекратной закалки. Громкость грохота, который становился все более и более ужасающими, увеличивалась, пока астральная ци в его теле не была полностью исчерпана. Тем не менее, это был еще не конец. Отказываясь сдаваться, Циньвинтянь поднялся на ноги, и небесный молот материализовался в его руках. Он начал грациозно орудовать молотом, продолжая терпеть боль. Это было то, чем являлась техника очищения тысячекратной закалки. Только пройдя через десятки тысяч ударов, он сможет перешагнуть через свои пределы и получить желаемый результат. Звездный свет, исходящий из созвездия пятого небесного уровня, не спадал на небесный молот, которым грациозно, словно танцуя, орудовал Циньвинтянь. От молота начал доноситься треск, пока тот проходил через постоянные преобразования. После сто повторений уникальный набор звездных меридиан в теле Циньвинтянь также постепенно принимал форму небесного молота, а астральная ци циркулировала по звездным меридианам всего тела плавно, без сучка и задоринки. Излучая чувство чрезвычайного комфорта, Циньвинтянь даже забыла все боли и усталости, что были до этого. Кача доносилась от тела Циньвинтяня, все его сухожилия, меридианы, кости и мышцы содрогались одновременно. И, наконец, после нескольких циклов преодоления своих пределов суровое испытание, наконец закончилось. Прислонив обе ладони к земле, Циньвинтянь быстро выдохнул. Эта техника очистки тысячекратной закалки действительно заставила его поставить свою жизнь на кон. Боль в теле Циньвинтяня далеко выходила за рамки обычной, и он чувствовал, что был совсем обессилен, будто бы он в любой момент может рассыпаться. Может быть, потому что я никогда до этого не культивировал и мое тело слабое, как и заложенный фундамент. Может быть, поэтому я так сильно страдаю сейчас. Пробормотал Циньвинтянь, сидя на земле, скрестив ноги, и больше не держал огромный молот. Количество астрального Ци, казалось неисчерпаемым, когда звездный свет непрерывным каскадом лился на него сверху. Циньвинтянь впитал в себя астральные Ци в попытке побыстрее восстановиться. Ночь прошла быстро, и наступил рассвет. Воздух был влажным, но Циньвинтянь, который культивировал на земле, не чувствовал какие-либо намеки на холод. Он открыл глаза и подвигал телом, ощутив, что движения были плавными и не сковывающими, тем более, не осталось и следа от вчерашних болей и страдания. Сейчас Циньвинтянь чувствовал себя бодрым, как никогда, его тело было полно силы и энергии. Такая сильная способность регенерации действительно достойна созвездия небесного молота. Если судить по исследованиям, проведенным Дядей Блэком, причина, почему он выбрал созвездие небесного молота, чтобы сформировать природную связь, была из-за нескольких специальных возможностей, которыми обладало только созвездие небесного молота. 1. Взрывная сила 2. Неуязвимая защита 3. Высокая скорость регенерации. Кроме того, небесный молот также может быть использован для ковки оружия, предоставляя владельцу более продвинутые понимания кузнечного дела и увеличивая его уровень таланта в кузнечном деле. Используя технику очищения тысячекратной закалки и преодолевая собственные пределы, я всего за одну ночь добрался до третьего уровня области очищения тела. Все это благодаря моей астральной душе и технике очищения тысячекратной закалки. Теперь пришло время проверить мою физическую силу. Цинь-Винь-Тянь подошел к каменной скамейке, стоящей неподалеку, затем собрал силу и ударил по скамейке изо всех сил. Раздался грохот, и скамейка обратилась в горку пыли. Значит, это моя сила. Простой удар превышает по силе 9 быков и 2 тигров вместе взятых. Пробормотал себе поднос Цинь-Винь-Тянь. Уровень силы 9 быков и 2 тигров означал титаническую силу, и боевые культиваторы, также ступившие на третий уровень области очищенного тела, тоже обладали схожей чудовищной силой. На первом уровне области очищения тела можно было обладать силой 1 быка. На втором уровне – силой 4 быков. На третьем уровне – силой 9 быков. А если бы удалось прорваться к девятому уровню области очищенного тела, то можно было получить силу, эквивалентную 81 быку. Совершенное тело и невообразимо ужасающее количество силы – это было причиной, почему многие люди хотели стать боевыми культиваторами. Сила. После того, как человек становился боевым культиватором, с течением времени он мог получить богатырскую силу и большую власть. Однако это касается только разделения власти между боевыми культиваторами. Что касается звездных боевых культиваторов, которые используют астральную энергию, то власть, которой они обладали бы, несомненно, будет намного больше, чем у сильных боевых культиваторов того же уровня. Только за одну ночь техника очищения тысячекратной закалки позволила ему достичь уровня силы, превышающей 9 быков. Как он мог не радоваться, направляясь в центр тренировочной площадки, он был готов продолжить выполнение техники очищения тысячекратной закалки, продолжать терпеть мучительную боль, чтобы укрепить свое тело. В действительности Цинь Винь Тянь считал это нормой. Звездные боевые культиваторы, которые уплотнили астральную душу пятого небесного уровня, были способны поглощать астральные ци, которые было чрезвычайно агрессивным по природе. С таким властным астральным ци пятого небесного уровня вместе с техникой очищения тысячекратной закалки, по крайней мере, на начальной стадии культивирования можно было бы легко усовершенствовать свое тело и получить большой прирост к силе. Прямо сейчас Цинь Винь Тянь больше не хотел тратить время. Он боялся, что его приемный отец до сих пор не знает правду о том, что произошло. Пребывание в клане Бай не было хорошим решением, так как опасность таилась везде. Он хотел положиться на свою собственную силу и уйти отсюда, как можно скорее. Глава 5. Отношения Цусюэ. Внутри гостиницы чистый ветер Мошанг сидел у окна и наслаждался ликером. Пятидесятый день рождения Бай Цин Сонга должен был пройти через три дня. Было сказано, что на этот раз клан Бай разослал приглашение по всей стране и будет много больших шишек из королевской столицы страны Чу. Меценаты за другими столиками обсуждали это, большинство собралось здесь только из-за суматохи и интереса. Отлично, это то, что я тоже слышал. Похоже, этот Бай Цин Сонг использует прорыв своей дочери, чтобы поднять свою собственную позицию. Но талант его дочери действительно слишком страшный, подумать только, она смогла уплотнить астральную душу третьего небесного уровня. Ее будущий потенциал нельзя недооценивать. Когда она откроет астральные врата во второй и третий раз, то сможет уплотнить, по меньшей мере, две дополнительные астральные души, которые могут быть, по крайней мере, третьего небесного уровня или даже выше. Такой талант даже в стране Чу считается чрезвычайно большим, сродни подарку богов. Ты чертовски прав. Я слышал, что клан Бай вдобавок хочет отменить свое прежнее обязательство брака, но этого и следовало ожидать. Этот Цинь Винь тяни с клана Цинь просто кусок мусора, какой у него статус, чтобы быть парой для Бай Цусюэ. Любой человек, имея хоть каплю мозгов, прогнал бы его прочь. Я также слышал, что молодой мастер мусор впустую тратит метеоритные камни Юань клана Цинь. Я действительно не знаю, почему Цинь Чуэн до сих пор любит его и тратит так много сокровищ на этого приемного ребенка. Многие люди молча качали головами, задаваясь тем же вопросом. Тут все разговоры мгновенно прекратились, когда силуэт в длинном одеянии стал подниматься наверх по гостиничной лестнице. Когда этот человек попал в поле зрения, все были в восторге от ее красоты. Без сомнений, это была дама из выдающегося клана. Бай Цусюэ, гений клана Бай, произнес кто-то тихим голосом. Мошанг, который был рядом, покосился на Бай Цусюэ и, молча оценив, одобрил ее. Эта маленькая девочка действительно была очень хороша, с высоким уровнем таланта в дополнении к ее красивой внешности. Неудивительно, что клан Е был заинтересован в браке. После этого Мошанг продолжил наслаждаться ликером и обратил внимание на другую сторону. Его взгляд был направлен в сторону клана Бай, и он подумал про себя. Клан Бай ранее был отвергнут королевской столицей, но, тем не менее, сейчас, кажется, их статус вырастет довольно значительно. Празднование дня рождения через несколько дней, безусловно, сделает атмосферу очень живой. Хайм им им. Тут Мошанг замер. Из-за особенностей уплотнения его астральной души сам он стал более чувствительным к астральной энергии. В этом случае он смог ощутить, что где-то происходит выброс огромного количества крайне агрессивной астральной энергии, и почувствовал, что она исходит со стороны клана Бай. Ему стало очень интересно, и глаза Мошанга изменились. Бледные тени созвездий, вращающихся вокруг, появились в его зрачках, создавая впечатление, что он способен видеть все и вся. Ха, сердце Мошанга пропустило такт. На основании колебания этой астральной энергии, что он воспринимал, было вполне возможно предположить, что она принадлежала к уровню, который был выше третьего небесного уровня. Был ли в клане Бай еще один скрытый талант? Но почему они распространяют новости только о Бай Цусюе? Мошанг был озадачен действиями клана Бай. Похоже, сегодня вечером мне придется лично навестить клан Бай. Цинь Винь Тянь не подозревал о существовании Мошанга, он был озабочен только повышением уровня его силы с помощью культивации. Используя технику очищения тысячекратной закалки, он терпел боль, чтобы перековать свое тело, и, наконец, после перенесенной мучительной агонии из тела Цинь Винь Тянь раздался звук кача, тогда его тело претерпело еще одно изменение. Теплая улыбка появилась на лице Цинь Винь Тяня, он знал, что только что успешно прорвался на четвертый уровень области очищения тела. Первые три уровня области очищения тела укрепляют плоти мышцы, а средние три уровня укрепляют энергетические каналы и кости, и, наконец, последние три уровня укрепляют внутренние органы. Уже наступила ночь, и к этому времени Цинь Винь Тянь закончил практиковаться. Множество мыслей было у него в голове, когда Цинь Винь Тянь покинул тренировочную площадку и пошел по направлению к внутреннему двору. Цинь Винь Тянь полагал, что, если он скажет правду Бай Цин Сонгу, основываясь на своих текущих достижениях, Бай Цин Сонг немедленно изменит свое решение об отмене помолвки. Тем не менее, он не хотел казаться дешевкой и унижаться. Цинь Винь Тянь будет достаточно небольшого вопроса, чтобы узнать истинное лицо человека. Единственное, что он хотел бы сейчас выяснить, это как к нему относилась Бай Цин Сонга. Учитывая то, через что они прошли за эти три года, и то время, что они знали друг друга, он пришел к выводу, что она тоже будет беспокоиться о нем. Через три дня на праздновании дня рождения Бай Цин Сонга я должен спросить ее лично. Твердо решил про себя Цинь Винь Тянь, после чего направился к выходу, только чтобы увидеть двух стражников, все еще стоявших там и преграждающих ему путь. Ни для кого не было секретом, что Цинь Винь Тянь родился с разрушенными меридианами, и Бай Цин Сонг больше не имел никакого желания тратить на него свои ресурсы. Находящиеся здесь стражники думали о Цинь Винь Тяне так же. После того, как стражники увидели подходящего Цинь Винь Тяня, один из них преградил ему путь и сердито сказал. Проваливай. О, похоже, щенок научился кусаться. Лицо Цинь Винь Тяня сразу же похолодело. Слова, сказанные Цинь Винь Тянем, заставили стражника на мгновение застыть, а его лицо посерело. Сразу после этого стражник посмотрел угрожающий и с жестокой улыбкой на лице сказал. Похоже, наш молодой мастер Цинь слишком привык жить беззаботно и забыл в какой ситуации находится. Поскольку это так, то позвольте напомнить вам. Заорав от гнева, стражник поднял кулак и бросился вперед, целясь Цинь Винь Тяню в голову. Движение воздушного потока, вызванного ударом кулака стража, было чрезвычайно мощным. Скорость реакции и чувства Цинь Винь Тяня были крайне остры. Для Цинь Винь Тяня, который уже вошел в ряды звездных боевых культиваторов, удары охранника были исключительно медленными. Цинь Винь Тянь, легко отклонив свое тело в сторону и увернувшись от удара кулаком, двинулся к нему, затем подпрыгнул и использовал свое колено, чтобы ударить в грудь своего противника. В тот момент, бум! И внутренние органы охранника были разорваны, и он отправился в полет, а когда страж приземлился обратно на землю, то был уже мертв. Что? В это время второй охранник был в шоке, однако быстро пришел в себя. Пренебрежительно пожав плечами, он подумал про себя. Насколько же он был слаб, раз так легко был пойман врасплох этим отбросом. С холодным блеском в глазах оставшийся охранник собрал всю свою силу и ударил. Его удар пробил воздух с сердитым ревом сродни реву тигра. Это была основная техника кулака, свирепый тигриный кулак. На этот раз Циньвинтянь не стал уклоняться. Его кулак был, словно стальной молот, при столкновении непосредственно с кулаком стражника. Кача раздался звук ломающихся костей. Тем не менее, сломанный кулак принадлежал стражнику, сломавшийся еще до того, как страж успел закричать. Не давая шанса ему отреагировать, кулак Циньвинтяня мгновенно опустился на голову охранника. Впрочем, сейчас Циньвинтянь ударил без энергии, чтобы вырубить, а не убить охранника. После того, как Циньвинтянь сделал то, что должно было быть сделано, он бросил оба тела внутрь небольшого дома, который использовался для его заключения. После чего он переоделся в одежду стражника и растворился в темноте. Прожив здесь три года, Циньвинтянь слишком хорошо знал ночные патрули клана Бай. Он намеренно выбрал далекие пути, обходя ночные патрули, и через час, наконец, прибыл к главным воротам поместья Бай. Шаги Циньвинтяня разносились голким эхом, когда он подходил к дверям, но не смог до конца избавиться от странных ощущений и немного нервничал. Если сейчас его поймают люди из клана Бай, он знал, что Бай Циньвинтянь не позволил бы ему так просто уйти. Как назло, кто-то так же, как и Циньвинтянь вышел из главных ворот, он услышал шаги, приближающиеся к нему. Не имея иного выбора, он опустил голову ниже, делая себя как можно незаметнее. Кто ты? Почему ты крадешься? Опустив голову. Холодный голос, донесшийся до него, был ему, заставляя его сердце слегка дрогнуть. Следы небольшой улыбки появилось на его лице. Боги что ли разыгрывают меня? Кто бы подумал, что они встретятся друг с другом здесь? Бай Циньвинтянь ничего не могла с собой поделать, но она, опасаясь его, отошла на несколько шагов назад. Время на мгновение остановилось, так двое смотрели друг на друга в тишине. Циньвинтянь с самого начала наблюдал за выражением лица Бай Циньвинтянь из состояния паники в состоянии спокойствия. Он слегка улыбнулся, но внутри почувствовал разочарование. Словно он знал, о чем думает Бай Циньвинтянь. У меня не было иного выбора, объяснила Бай Циньвинтянь молча смотрел на нее. Никогда в своих фантазиях он бы не подумал, что такой сценарий будет происходить между ними. Сколько лет ты впустую исследовал уплотнение астральной души, и, тем не менее, это твой предел. И какая от этого польза? Ты мог бы быть лишь второстепенным персонажем, помогая другим уплотнять их астральные души. С самого начала ты был обречен быть обманутым мной. Волосы Бай Цусюи красиво развивались на ветру, подчеркивая ее красоту. Однако, Циньвинтянь сейчас был не в настроении восхищаться ее красотой, потому что его сердце похолодело, когда он услышал то, что сказала Бай Цусюи. Так это и есть причина, почему клан Бай отплатил мне за помощь злом. Бай Цусюи проигнорировала его вопрос и сказала. Бай Цусюи в возрасте 13 лет уже сформировал природную связь с созвездием второго небесного уровня и уплотнил свою первую астральную душу. В возрасте 15 лет он вошел в область артериальной циркуляции и открыл вторые астральные врата, образуя природную связь с созвездием третьего небесного уровня, уплотнив вторую астральную душу. И теперь в возрасте до 18 лет его культивирование уже на 8-м уровне области артериальной циркуляции, а сейчас он подает надежды войти в область Юаньфу до 20-летнего возраста. Расстояние между ним и тобой, как расстояние между небесами и землей. Как ты мог даже начать сравнивать? Циньвинтянь понял смысл слов Цусюи. На этот раз кандидатом в женихи, скорее всего, был Яу Цуи. Ты можешь уйти. В конце концов, ты не сделал мне ничего плохого, а даже наоборот. Я не та, кто так холодно и бесчувственно будет затруднять твое положение. Даже если ты не умрешь, нет никакого способа, которым ты бы смог препятствовать браку клана Ба и клана Е, и в будущем, нам обоим уже суждено быть людьми, принадлежащим к разным мирам. После разговора Бай Цусюи прошла мимо Циньвинтяня. В этот момент он не мог ничего поделать, но почувствовал, что Бай Цусюи стала для него незнакомкой. Или, может быть, это было тем, кем она в действительности была. Он мог винить только себя за то, что был так слеп и не разглядел, что скрывается за прекрасным фасадом. Бай Цусюи внезапно произнес Циньвинтянь, из-за чего Бай Цусюи остановилась. Три года назад твой отец Бай Цин Сонг был тем, кто инициировал брак с моим кланом Цинь. Мой приемный отец не хотел влиять на ваше будущее своим согласием, но, тем не менее, под натиском Бай Цин Сонга он все же сдался. В течение этих трех лет мой приемный отец сделал все возможное для клана Бай, обеспечивая ваш клан ресурсами, помогая клану Бай в попытках восстановить себя, и никогда не был надменным или властным, руководя кланом Бай. В свою очередь и я считал клан Бай своей родней. Пять дней назад я помог тебе уплотнить астральную душу, и, тем не менее, ваш клан Бай на самом деле, хотел убить меня. Теперь, когда ты говоришь, что позволишь мне уйти и не хочешь усложнять мне жизнь, это не что иное, как шутка. Это нельзя назвать платой за добро, это чистой воды сарказм. Каждое слово Циньвинтянья было наполнено безразличием и пробирающим до костей холодом. Он медленно пошел прочь и, не оборачиваясь, произнес, но ты права, с самого начала, тебе мне было суждено стать людьми, принадлежащим к разным мирам. Глава 6. Имперская Звездная Академия. Поместье Цинь было расположено на севере от города Небесной Гармонии. Расстояние между поместьями Цинь и Бай составляет около столи. После того, как Циньвинтянь ушел из клана Бай, он быстро двигался всю ночь. Был уже день, когда он вернулся в поместье Циньпы. Один ли, примерно 571 5 м, а столи, примерно 57 к м. После того, как он встал на путь культивации, телосложение Циньвинтянья было чрезвычайно крепким. Этому свидетельствует то, что он не испытывал никакой усталости, несмотря на бег в течение всей ночи. У входа в поместье Цинь возвышалась скульптура предка клана Цинь. Циньвинтянь, держащая боевое копье и скачущая верхом на мощном боевом коне. Циньвинтянь был верховным главнокомандующим, владеющим мощной армией страны Чу. Его известное имя бежало впереди него, а его блестящие достижения на войне привели к славе и почету. Для своей страны Циньвинтянь, не колеблясь, бросался на поле боя, используя свое тело в качестве щита, отсекая врагам руки, тянущиеся к императору. Но после того, как император укрепил свою власть и, в конце концов, умер, его последующие поколения из страха перед властью Цинью выслали клан Цинь на север империи, где они разместились недалеко от города Небесной Гармонии, но далеко от центральной власти. И спустя некоторое время власть, которой обладал клан Цинь, становилась все меньше и меньше. Глядя на скульптуру Цинью, Циньвинтянь не смог ничего поделать, кроме как горько усмехнуться. Действительно было некоторое сходство между ними обоими и их историями. Сделав шаг вперед и войдя в поместье Цинь, Циньвинтянь заметил скопление людей, спешащих в определенное место. Любопытство завладело его сердцем, он остановил первую попавшуюся горничную и спросил, что случилось. Ах, молодой мастер Циньвинтянь, барышня из нашего клана и молодой мастер, который пошел в Королевскую столичную академию, вернулись вчера домой. Мастер клана хочет сегодня увидеть их прогресс на тренировочной площадке. В конце концов, они вернулись спустя целый год. У страны Чу была 3000-летняя история, а также обширные земли и более 100 городов с населением в 1 триллион человек. Среди всех городов страны Чу Королевская столица была самой процветающей, она не только была центром власти, но и также была святой землей для культивации. Почти все мощные кланы страны Чу направляют свои юные таланты в Королевскую столицу в надежде поступить в одну из многих престижных военных академий и колледжей. Клан Цинь явно не был исключением. В том же поколении, что и Цинь Вин Тянь, были трое других, кто был будущим клана Цинь. В целях максимального использования их потенциала и повышения уровня их развития эти трое поступили в различные престижные военные академии в Королевской столице. Интересно, каков уровень их развития, раз они недавно вернулись из столицы страны Чу? Пробормотал Цинь Вин Тянь, пока он шел к тренировочной площадке. Когда Цинь Вин Тянь прибыл на площадку, то увидел, что старейшины уже были там. И на вершине арены раздавались потрескивающие звуки сродни ветру и грому, там было двое молодых людей, и бой между ними был в самом разгаре. Цинь Цинь Вин Тянь посмотрел на одного из двух молодых людей, который был одет в желтые одежды. Цинь 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 был того же возраста, что и Цинь Вин Тянь, и когда последний наблюдал за боем, то смог заметить, что Цинь 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 без проблем победил. Кулак, сопровождаемый ревом бушующего тигра, несся в сторону противника. Мощь кулака была похожа на то, когда охотится свирепый тигр. Безграничная показанная мощь заставляла горы трястись. Юноша, который бился с Цинь Цинь Цинь, улетел с арены и при приземлении пробил землю своим телом. Название этой техники кулака «Свирепый тигр спускается с горы», хотя это еще страшнее, чем настоящий спускающийся тигр. По моей оценке, Цинь 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 уже достиг 7 уровня области очищения тела. Прикинул Цинь Вин Тянь, увидев продемонстрированную мощь. Боевой культиватор на 7 уровня области очищения тела обладает силой, сравнимой с силой 49 быков, а кулаки будут даже тверже стали. Цинь 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 был звездным боевым культиватором. Астральную душу, которую он уплотнил, находилась в созвездии доблестного тигра с характеристиками, повышающими силу. А когда она была дополнена техникой кулака рев тигра, его колоссальная мощь просто ужасала. Не так уж и плохо. Подумать только, Цинь 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 уже обладает таким уровнем силы. Тем не менее, по сравнению с братом Цинь Шанем и сестрой Цинья, его талант еще несколько слабоват. Год назад Цинья уже достигла 8 уровня области очищения тела. Сейчас ее уровень силы должен быть просто поразителен. Глаза Цинь Винь теня вспыхнули, и он тихо добавил. Более того, такая сила как раз и должно быть в области очищения тела. Если человек когда-либо прорвется в область артериальной циркуляции, весь потенциал человеческого организма будет раскрыт. И безграничная энергия, циркулирующая по кругу, в результате усилит боевые приемы, выполняемые для демонстрации божественной мощи и удивительной силы. Винь тянь прозвучал громкий голос, после этого взгляды людей, которые наблюдали за боем, повернулись и впились в Цинь Винь теня. Тот, кто это крикнул, был никто иной, как его приемный отец Цинь Чуан. Винь тянь, почему ты вернулся? Благородное и строгое выражение лица Цинь Чуана сменилось на нежную улыбку. Приемный отец у Цинь Винь теня было так много всего, что он хотел сказать, но в тот момент он был несколько шокирован воспоминаниями из прошлого. Когда он был ребенком, дядя Блэк сопровождал его всю дорогу до клана Цинь, и мастер клана Цинь Чуан принял его. На протяжении всех этих лет он проявлял любовь и заботу, ничем не обделяя Цинь Винь теня, и лелеял его, как родного ребенка. Как я и ожидал, после того, как Бай Цусюи создала природную связь с созвездием третьего небесного уровня и уплотнила астральную душу, слава о ее шокирующем таланте разошлась по всей стране Чу. Тебя должно быть выгнали из клана Бай, я прав? Голос, находящийся рядом с Цинь Чуаном, глумился. Этот человек был младший двоюродным братом по линии отца Цинь Чуана, вторым человеком с высшим авторитетом в клане Цинь. Цинь Хэ молчать холодно бросил Цинь Чуан. Старший брат, ты не веришь мне? Теперь, когда у клана Бай и клана Е из королевской столицы такие близкие отношения, были даже слухи, в которых говорилось, что молодой гений Юцуи из клана Е уже предложил брачный договор, стремясь жениться на Бай Цусюи. Как вы думаете, клан Бай будет по-прежнему соблюдать соглашение о браке между ними и нами? Цинь Хэ холодно рассмеялся, заставляя зрителей поблизости смотреть на него с разными выражениями лиц и различными проявлениями заинтересованности в возникшем конфликте. Тут с неба раздался звук флейты. Выражения окружающих людей на мгновение замерли, и они задрали головы в поисках источника звука. Но увидели только парящего на громадном орле мужчину в желтом халате. Цинь Чуян слегка приподнял бровь, как смеет этот человек быть настолько грубым, чтобы ездить на орле и пересекать воздушное пространство над моим поместьем Цинь. Учитель. В этот момент раздался голос, принадлежащий молодой девочке. Цинь Чуян посмотрел на девушку, которая стояла рядом с ним и спросил. Яер, он твой учитель? Да. Цинь я кивнула головой, прежде чем сказать. Учитель, почему столь уважаемый человек, как вы решили сегодня посетить поместье Цинь? Пожалуйста, садитесь рядом со мной на почетное место. Яер, я слышал, что существует договоренность о браке между кланом Цинь и кланом Бай. Это правда? Спросил мужчина среднего возраста в желтом халате. Цинь я немного поколебалась, но, в конце концов, ответила. Да, это правда. Когда она закончила говорить, огромный орел спикировал с неба и приземлился на арене. Человек, одетый в желтый халат, холодно улыбнулся и сказал. Причина моего визита кроется именно в этом вопросе. Я слышал о поразительном таланте Бай Цусюи, и я здесь, чтобы отдать приглашение ей, чтобы она смогла присоединиться к Королевской Академии Страны Чу. Это простое предложение повергло в шок всех зрителей, собравшихся на тренировочной площадке. Сейчас Бай Цусюи одним махом превратилась в Феникса среди людей. Даже престижная Королевская Академия Страны Чу лично прислала ей приглашение. Принимая во внимание то, что, несмотря на огромный размер клана Цинь, только Цинь я имела достаточно высокий талант, чтобы претендовать на зачисление в Королевскую Академию. Даже если Академия хочет зачислить Бай Цусюи, нет необходимости уважаемому учителю лично доставлять письмо. Разве Академия не может отправить письмо через курьера? С любопытством спросила Цинь я. Цинь я, ситуация на сей раз очень отличается, представь только, первая астральная душа, которую уплотнила Бай Цусюи, была третьего небесного уровня. Мало того, Королевская Академия и другие престижные Академии Королевской столицы также были уведомлены об этом. Они тоже отправили свой персонал, чтобы лично доставить ей приглашение. Таким образом, все Академии пришли к выводу, что мы могли бы также организовать набор в городе Небесной Гармонии. Местом будет клан Бай через два дня. Хэм, на день рождения Бай Цинь Сонга, в клане Бай Цинь я нахмурила лоб. Очевидно же, что празднование дня рождения было лишь для вида. Верно. Празднование дня рождения не является главной целью, ключевым моментом является зачисление Бай Цусюи. Я также узнал, что даже Имперская Звездная Академия была заинтересована и отправила кого-то в город Небесной Гармонии. Таким образом, я не осмелюсь быть беспечным. Ха-ха, Танлин, раз вы уже знаете, что моя Имперская Звездная Академия отправила приглашение, почему вы здесь тратите свое время? В этот момент наполненный беззаботным смехом голос прозвучал в небе. Выражение лица Танлина тут же похолодело, и он повернул голову в сторону голоса. Мошанг. Танлин обнажил зубы в холодной улыбке. Подумать только, у Мошанга такая же идея, что и у него использовать отношения между кланом Цинь и кланом Бай, чтобы завербовать Бай Цусюи. Несмотря на это, Танлин не волновался. В конце концов, Цинья была его личным учеником. С точки зрения отношений, она была на один уровень выше Мошанга. Брат Цинь, мы не виделись долгое время, как здоровье дяди Цинь. Выйдя вперед, спросил Мошанг Цинь Чуана. Дядя Цинь, о котором говорил Мошанг, был сыном главнокомандующего Циню. Также Циню был отцом нынешнего главы клана Цинь Чуана. Когда предок Цинь был еще жив, отец и сын бушевали на полях сражений. Но после смерти предыдущего императора клан Цинь потерял большую часть своей власти и был изгнан из города Небесной Гармонии. Пы Англпы и предок Цинь и его сын звали Циню. Одинаковое произношение, но различное значение. Спасибо за беспокойство, брат Мошанг. Мой отец чувствует себя хорошо, только ему трудно ходить, а так он бы вышел поприветствовать вас. Хотя с виду Цинь Чуан улыбался, но внутренне он чувствовал опасность своим сердцем. Мошанг был представителем имперской звездной академии. Представить только, что он лично придет, чтобы пригласить бойцу Сюэ. Казалось, что брак между бойцу Сюэ и Цинь Винь тянем уже ничего не спасет. Мошанг, бойцу Сюэ присоединится только к моей королевской академии. Танлин уставился на представителя имперской звездной академии. В его голосе были слышны намеки на вызов. Да ну, засмеялся Мошанг, прежде чем сесть. Его взгляд, прошелся по всем зрителям, собравшимся на тренировочной площадке, перед приземлением около Цинь Винь теня. Когда он вчера вечером пробрался в поместье клана Бай в надежде узнать гения, которого они скрывали, то, к своему удивлению, случайно обнаружил кое-что более интересное. Там был человек, убегающий из клана Бай. Из любопытства он преследовал юношу всю дорогу до клана Цинь. И вот, когда я подумал, что клан Бай скрывает эксперта уровня Юаньфу, я никогда бы не подумал, что этот эксперт был на самом деле этим сорванцом передо мной. На основе давления и колебаний астральной энергии, которую я ощутил, его талант не ниже, чем у бойцу Сюэ. Пропел тихонько Мошанг. Оказалось, что на этот раз поездка не прошла впустую. В этот момент сердца зрителей пропустили такт. Королевская академия будет принимать только членов клана Королевского клана или людей с поразительными талантами. Среди всех академий Королевская академия входит в тройку лидеров. Что касается Имперской звездной академии, то их критерии набора были еще жестче. Они принимают только звездных боевых культиваторов. И каждый студент, который поступил в Имперскую звездную академию, без проблем окончит ее, по крайней мере, с уровнем развития области Юяньфу. Уровень области Юяньфу был на порядок выше области артериальной циркуляции. Культиваторы области Юяньфу создавали в своих телах дворец Юянь, обладающий невообразимой силой, что находится далеко за пределами области артериальной циркуляции, и могли опираться на сущность неба и земли, даже парить в воздухе и летать по небу. Все культиваторы области Юяньфу были ужасающими существами, которые могли бы уничтожить город небесной гармонии щелчком пальцев. Подумать только, что сейчас представители как Королевской академии, так и Имперской звездной академии пришли в поместье Цинь из-за байцу Сюэ. Глава 7. Стальные узы отца и сына. Танлин считал, что причина появления Мошанга в клане Цинь была такой же, как и у него, и поэтому он не мог не почувствовать легкое давление. Обращаясь к Цинь Я, он спросил. Яер, кто тот счастливчик, кто был помолвлен с байцу Сюэ? Это лицо Цинь я приняла вымученное выражение, когда ее красивые глаза метнулись в сторону Цинь Винтяня, прежде чем она ответила. Учитель, тут такое дело. Я боюсь, что произошло что-то неожиданное. А, что-то неожиданное. Оцепенел Танлин. Цинь Винтянь взглянул на Цинь Чуэна, будто ища помощь, пока она чувствовала неловкость. Она только слышала смутные слухи, но они не были подтверждены. И, таким образом, она не осмелилась сообщить Танлину, так как боялась ввести учителя в заблуждение. Винтянь, подойди. Цинь Чуэн поманил Цинь Винтяня. После того, как Цинь Винтянь подошел к нему, Цинь Чуэн обратился к двум представителям престижных академий. Брат Мошанг, брат Танлин, это Цинь Винтянь, мой сын. Тот, кто был помолвлен с бойцу Сюэ. Обстоятельства, в которые попал мой сын, очень деликатные. Несмотря на его талант, дарованный Богом, он не может культивировать. Дорогие братья, основываясь на вашем богатом опыте, можете ли вы помочь ему? Старший брат, он родился с разрушенными меридианами, какой нахер дарованный Богом талант? Вмешался Цинь Хэ. Тихо. Винтянь рождался не с разрушенными меридианами, это произошло из-за несчастного случая. Его талант и чувствительность находятся за пределами нашего понимания. Заругался Цинь Чуэн, и гнев исказил его лицо. В этот момент Танлин и Мошанг сузили глаза, будто они что-то увидели. Хотя они действовали одинаково, но мысли, которые толкали их на это, были абсолютно разными. Позвольте мне посмотреть. Одновременно произнесли Мошанг и Танлин. Они протянули свои руки и положили их на запястье Цинь Винтяня. У него и в самом деле разрушены меридианы. Сердце Танлина слегка ёкнуло от разочарования, и на его физиономии появился неприятный взгляд. Убрав руки, он слегка рассмеялся и заявил. Какая трата времени, я ожидал дракона подобного фениксу, но подумать только, что вместо этого я найду дракона подобного змея. Зрачки Цинь Чуэна сжались, а его лицо похолодело. Вы не находите ваши слова слегка неуместными. Вам лучше думать, что вы говорите. Хэм. После того, как Танлин услышал, как Цинь Чуэн оборвал его, в его глазах появилась жажда убийства. Как нагло. Авторитет клана Цинь уменьшается с каждым новым поколением. Если бы не талант бойцу Сюэ и Цинь Я, ноги бы его не было в поместье Цинь. Подумать только, что он осмелился использовать такой тон при обращении к нему. Сдерживая свой гнев, Танлин саркастически усмехнулся. Цинь Чуэн, посмотрите на то, в каком жалком положении сейчас клан Цинь. Прекратите мечтать и взгляните в лицо реальности. Если вам больше нечего сказать, убирайтесь отсюда. Холодно сказал Цинь Чуэн. Цинь Я чувствовала, будто она была зажата между молотом и наковальней. Учитель, мой папа всегда был импульсивным. Пожалуйста, не принимайте его слова близко к сердцу. Цинь Я, твой отец не умеет правильно оценивать положение дел. Холодно заявил Танлин. Яер, отныне ты не имеешь больше права называть этого человека своим учителем. Вмешался Цинь Чуэн, и Цинь Я побледнела от страха. С гневом, исказившим лицо Танлина, он пробормотал. Хорошо, очень хорошо. Глядя на то, что происходило у него на глазах, Цинь Винь Тянь ничего не мог с собой поделать, кроме как почувствовать внутри вину. Ведь ради него Цинь Чуэн сознательно обидел многих людей. И теперь он даже дошел до того, что поссорился с уважаемым учителем Цинь Я. Однако, Мошанг думал совсем иначе, нежели Танлин. Взглянув на Цинь Винь Тяня, Мошанг слегка улыбнулся, прежде чем спросить, брат Цинь, когда его меридианы были покалечены. Когда ему было шесть, ответил Цинь Чуэн. Первоначально, мы думали, что это временное явление. Кто бы мог подумать, что временные эффекты в связи с увеличением интенсивности нагрузок, в конечном итоге, приведут к разрушению всех меридиан. Шесть лет. Вздохнул Мошанг. Уставившись на Цинь Винь Тяня, он убрал руку. Если то, о чем он догадался, было правдой. Какое пугающее упорство, какая пугающая сила воли. Вспоминая, что произошло, Мошанг не мог ничего с собой поделать, кроме как презрительно усмехнуться над Танлином. Какой же он идиот. Бум-бум-бум. Тут все зрители почувствовали, что земля под ногами дрожит, и услышали цоканье лошадей. На лицах членов клана Цинь были различные выражения. Гнев, шок и удивление. Кто посмел бы вторгнуться на лошадях в клан Цинь? Очень быстро они смогли увидеть воина, вооруженного длинным копьем в руке, восседающем на боевом коне и скачущем в их направлении, а за ним множество других всадников. Кроме брони, этот воин носил длинный черный плащ, который, казалось, блестит тусклым светом и развивается вместе с движениями ветра. Его взгляд был столь же острым, как меч, и спускал дикий холод. Лен Кин. В глазах Цинь Чуана вспыхнула ненависть. Подумать только, что его поместье Цинь будет таким популярным местом сегодня. Лен Кин был заместителем генерала под руководством его отца. Его личность была зловещей и безжалостной, и у него постоянно были разногласия с Цинью. После того, как он перешел к клану Е, он использовал знания, полученные во время совместной работы, и безжалостно подавлял клан Цинь. Молодой мастер, давно не виделись, сказал Лен Кин, глядя прямо на Цинь Чуана. Взгляд Лен Кина был похож на тот, которым хищник смотрит на добычу. Лен Кин, ты действительно решил штурмовать поместье Цинь с таким количеством людей? Похоже, ты впрямь становишься все более и более неуправляемым. Холодно воскликнул Цинь Чуан, и в его глазах появилась жажда убийства. Лен Кин даже не обратил внимания на слова Цинь Чуана, клан Цинь был уже не таким, как раньше, как Лен Кин мог бояться хромого тигра. Он был тем, кто в тени дергал за ниточки и сыграл главную роль в ослаблении клана Цинь. Но до тех пор, пока Цинью был еще жив, он испытывал некоторый страх, сталкиваясь с кланом Цинь. Ну, это не имело значения для него, кто ослабил клан Цинь до тех пор, пока этот клан остается ослабленным. Есть две причины, почему я сегодня здесь. Во-первых, это спросить о здоровье моего предыдущего уважаемого командира. Во-вторых, я здесь, чтобы сказать клану Цинь, что через два дня все представители страны Чу будут приглашены в клан Бай, где бойцу Сюи вступит в одну из престижных академий королевской столицы. В том числе вопрос о помолвке между кланом Бай и кланом Цинь может быть решен там же. Я искренне надеюсь, что клан Цинь будет там, а не будет прятаться в поместье Цинь, как трусливые крысы. Если нет, не вините меня за безжалостность. Угрожающе посмотрел Лен Кин. Сказав, что хотел, Лен Кин развернул своего боевого коня и голопом поскакал к выходу. Когда он скакал прочь, на большом расстоянии можно было услышать громкий холодный смех, пока Цинь Чуян впивался в него глазами. Все члены клана Цинь смотрели на исчезающий за горизонтом силуэт и каждой клеточкой своего тела чувствовали, как Цинь Чуана потряхивает от гнева. Если бойцу Сюи поступит в имперскую звездную академию, то клан Бай с радостью использует этот предлог, чтобы аннулировать помолвку. Потому что, если это действительно произойдет, все решат, что этого и следовало ожидать. В конце концов, такой мусор, как Цинь Вин Тянь, который не может культивировать, никогда не будет достойным жениться на бойцу Сюи. Если клан Цинь не согласится на расторжение, они будут сильно унижены. Клан Бай очень властный. Цинь Чуян совсем не ожидал, что клан Бай отплатит на добро злом. Он очень хотел посмотреть, что клан Бай скажет им через два дня. Так это и есть причина. Танлин холодно улыбнулся. Цинь Чуян, я просто подожду, когда ваш клан Цинь опозорится. Прощайте. После того, как он закончил говорить, Танлин запрыгнул на огромного орла, после чего намеренно летал над поместьем Цинь, будто бы дразня их, а потом улетел прочь. Тишина опустилась на это место, так как все члены клана Цинь стояли с лицами, наполненными гневом. Они никогда прежде не сталкивались с таким унижением. Старший брат, ситуация явно не в нашу пользу. Как вы видите, клан Бай и клан Я объединяются, чтобы покончить с нашим кланом. Мы не должны приходить через два дня. Если мы это сделаем, наше лицо и престиж будут потеряны. Ты имеешь в виду, что я должен остаться в поместье Цинь, как трусливая крыса? Холодно спросил Цинь Чуян. Все эти годы Цинь Винь Тянь тратил на культивацию ресурсы нашего клана, в том числе ценные метеоритные камни Юань, и я никогда не говорил ни слова в знак протеста. Но, тем не менее, сейчас это касается будущего нашего клана. Я предлагаю выгнать Цинь Винь Тяня. В конце концов, мы заботились о нем все эти годы и сделали для него более, чем достаточно смиренно сказал Цинь Хэ. Кажется, было много членов клана Цинь, которые были настроены против Цинь Винь Тяня. С учетом того, что у него были разрушены меридианы и он не мог культивировать, они чувствовали, что Цинь Чуян тратит свои усилия впустую на простого приемного сына и чрезмерно балует его. Третий брат, что думаешь, Цинь Чуян обратился к другому старцу, который стоял рядом с Цинь Хэ. Этот человек был третий сын Цинь Ю, Цинь Е. Цинь Винь Тянь просто должен жить, как обычный человек, согласился он с Цинь Хэ. Цинь Чуян молча размышлял некоторое время, затем обвел взглядом всех членов клана Цинь, прежде чем сказать, в те дни наш предок пользовался благосклонностью и добротой бывшего императора. Если вспомнить, то наш предок участвовал в более 80 больших сражениях и был на грани смерти 18 раз. Когда Альянс из 10 стран захватил императора, он, не щадя свою собственную жизнь, использовал свое тело как щит. Предок Цинь проходил 1 000 миль за один день, иступленно прорубая проход из окружения, чтобы спасти бывшего императора. Когда они вернулись целыми в страну Чу, наш предок даже не попросил награду. Вот, каким героем он был. Подумать только, что теперь мой клан Цинь действительно деградировал. Лишь из-за небольшого давления большинство из вас хочет отказаться от потомка благодетеля нашего клана Цинь, разрывая все связи и изгоняя его из клана. Одна только мысль об этом заставляет меня чувствовать бесконечное отвращение. Если бы наш предок узнал об этом, он точно перевернулся бы в гробу. Я считаю, что клан Цинь должен жить или умереть вместе с Циньвинь тянем. Через два дня собрать все доступные войска, чтобы сопровождать нас в клан Бай. Если я услышу еще хоть одно слово об отказе от Циньвинь теня, независимо от того, кто этот человек, я убью его лично. После этого Цинь Чуян ударил ладонью каменный стул, заставив его рассыпаться в пыль. Сейчас члены клана Цинь смотрели себе под ноги, не смея взглянуть ему в глаза или издать какой-либо звук в знак протеста. Голос Цинь Чуана раздавался по всей тренировочной площадке, пока он стоял. Глядя на него, можно было почувствовать, словно они смотрели на храброго и героического предка клана Цинь. Что же предки Циньвинь теня сделали для клана Цинь? Представить себе, что лидер клана будет и впрямь так себя вести. Другие члены клана Цинь не знали точную причину, они лишь знали, что Цинь Чуян погашал долг благодарности. И ради этого долга Цинь Чуян, не колеблись, пожертвует собой, если это будет необходимо. Такого рода непреклонная привязанность и храбрость духа вызывали рост уважения в их сердцах, что казалось, они тоже неосознанно выпрямились в знак уважения. Винь тянь, тебе не нужно беспокоить об этом. Приемный отец добьется справедливости для тебя, мягко ответил Цинь Чуян. Цинь Винь тянь вздохнул про себя. Первоначально он хотел сообщить Цинь Чуяну, что уже стал звездным боевым культиватором. Но подумать только, что теперь, прежде чем он получил шанс рассказать об этом, это затронет весь клан Цинь. Цинь Винь тянь не знал историю своего рождения и не понимал, что за долг благодарности у клана Цинь к его родителям. Но одно он знал точно, что он отплатит за добро, проявленное к нему Цинь Чуяном, независимо от того, как трудно это будет сделать. Отец закричал Цинь Винь тянь и опустился коленями на землю в низком поклоне. Только на коленях Цинь Винь тянь мог в полной мере выразить свою благодарность Цинь Чуяну, что чувствовал в своем сердце. Цинь Чуяна шеломленно молчал. На тренировочной площадке можно было увидеть, как Цинь Винь тянь опустился коленями на землю, глядя на Цинь Чуяна, и сказал. Приемный отец, этот вопрос возник из-за меня. Я решу его сам, поэтому клану Цинь нет никакой необходимости участвовать в этом. Клан Бай, даже если они унизили меня тысячу раз, мне было бы плевать, но, пока этот вопрос касается авторитета клана Цинь, я никогда не соглашусь с этим. Что касается этого вопроса, я беру полную ответственность на себя. Цинь Чуян медленно подошел к Цинь Винь тяню и помог ему встать на ноги. Когда их взгляды пересеклись, они оба улыбнулись друг другу. На этот раз Цинь Винь тянь больше не называл Цинь Чуяна своим приемным отцом. Вместо этого он назвал его просто отцом. Я всегда верил в тебя, сын. Однажды ты точно сможешь сделать то, чего другие никогда бы не смогли. Цинь Чуян посмотрел на Цинь Винь тяня с решимостью в глазах. Стоя неподалеку и радостно смеясь, Мошанг просиял. Ему в 10 раз больше нравился Цинь Винь тянь, чем Бай Цусюэ. Божественный талант, невероятное упорство, объединенные вместе с железной волей. Не было никаких сомнений, что в будущем Цинь Винь тянь обязательно сотворит множество великих дел. Похоже, через два дня во время сбора всех в клане Бай состоится замечательное шоу. Глава 8. Брат и сестра. Цинь Винь тяню еще предстоит раскрыть Цинь Чуяну то, что он уже уплотнил астральную душу. Он полагал, что подходящее время показать это будет через два дня, чтобы компенсировать все те унижения, что он перенес до этого. Это сделало бы Цинь Чуяна намного счастливее. Брат Цинь, я хочу, чтобы ты внимательно следил за своим уникальным сыном. Я надеюсь, что брат Цинь постарается. В этот момент Мошанг шагнул вперед, и странный свет вспыхнул в его глазах, когда он посмотрел на Цинь Винь тяня. Если этого хочет брат Мошанг, нет ничего, что могло бы меня остановить, быстро согласился Цинь Чуян. Нужно понимать, что уровень власти, которой обладает имперская звездная академия, был настолько высок, что они могут игнорировать власть императорского королевского клана. Много лет назад правящие силы в стране Чу завидовали и беспокоились об огромной власти, которой обладает имперская звездная академия, и королевская академия была сформирована с целью ее подавления. Цинь Винь тянь, пожалуйста, следуй за мной. Мошанг поманил Цинь Винь тяня к себе. Цинь Чуян также подозвал Цинь Я, стоящую рядом. Яер, ты тоже иди с ними. Цинь Я молча согласилась и повернулась, чтобы последовать за ними. Цинь Винь тянь, заметив, как Мошанг уставился на него, едва смог подавить шок. Этот человек, может ли быть, что он уплотнил душу из созвездия небесного зрения? Можно было заметить, как зрачки Мошанга светились астральным светом, и тут его зрачки приняли форму созвездия. Некто с разбитыми меридианами, но в состоянии культивировать. Тихо произнес Мошанг, чем сильно ошеломил Цинь Винь тяня. Как он и ожидал, астральная душа небесного зрения могла видеть насквозь давление и колебания астральной энергии в его теле. Я бы никогда не подумал, что встречу когда-либо человека, способного уплотнить астральную душу с разрушенными меридианами, Мошанг ощутил неожиданную радость внутри себя. После того, как он ранее осмотрел Цинь Винь тяня, то смог подтвердить, что меридианы Цинь Винь тяня действительно были разрушены, но в то же время с помощью созвездия небесного зрения он смог выяснить, что, без сомнений, Цинь Винь тянь успешно стал звездным боевым культиватором. Это значило только одно – сломать старые, чтобы создать новые. Чтобы создать идеальный набор энергетических каналов и меридиан, не было другого выбора, кроме как сначала уничтожить начальные меридианы, а уже потом переделать их в уникальный набор меридианов из легенд в звездные меридианы. Несмотря на то, что это только начальная форма легендарных звездных меридиан, его способности вмещать и управлять астральной энергией в теле были уже далеко за пределами того, что могли культиваторы с обычными меридианами. Этого человека, во что бы то ни стало, он должен завербовать в имперскую звездную академию. Старший, есть ли у вас какие-либо указания для меня? Спросил Цинь Винь тянь, посмотрев на Мошанга. Основываясь на силе колебаний астральной энергии, исходящей из твоего тела, твой уровень культивации должен быть, по крайней мере, пятой области очищения тела. Какое пугающее зрение, хотя мой фактический уровень культивирования только четвертой области очищения тела из-за астральной души, которую я уплотнил на пятом небесном уровне. Астральная энергия внутри моего тела, вне всякого сомнения, очень агрессивная. Скорее всего, именно это ввело вас в заблуждение. Не согласился, но и не опроверг Цинь Винь тянь. Через два дня, когда представители всех держав соберутся в поместье Бай, там обязательно будет много академий, ищущих учеников, чтобы завербовать их, и, несомненно, будет много тестов и экзаменов. Хотя твой талант не превзойден и высшего уровня, твоей силы пока недостаточно. Вот у меня кое-что есть для тебя. Через два дня надеюсь увидеть тебя в поместье Бай. Закончив разговор, Мошанг достал пособие и метеоритный камень Юяне передал их Цинь Винь тяню. После этого он воспарил в воздухе и, попрощавшись, улетел. Во взгляде Цинь Винь тяня, полностью сосредоточенном на Мошанге, читался страх. Его техника движения тела практически достигла области плоти и крови. Он летел так же легко, как ласточка, парящая в небесах. Это явно показывало, что Мошанг был культиватором в области Юяньфу. Клянусь, однажды я тоже буду летать в небесах. Посмотрев на предметы, что ему дали, его зрачки расширились, а сердце от волнения забилось, как сумасшедшие. Камень у него в руках обладал огромным количеством астральной энергии. Этот метеоритный камень Юянь был чрезвычайно ценным ресурсом культивирования. А что касается пособия, то там было написано только три больших слова, нисходящий кулак дракона. Имперская Звездная Академия пробормотал Цинь Винтянь. Тут раздались шаги, и тень от тела появилась рядом с ним, вместе с ароматом, который дрейфовал на ветру. Я давно говорил о тебе, Бай Цин Сонг, старая хитрая лиса. Поэтому я была против помолвки с Бай Цусюэ, но ты все равно стоял на своем. Вожделея прекрасных женщин, ты был очарован прекрасным видом и потерял голову от красоты Бай Цусюэ. Раздался нежный дразнящий голос. Улыбка появилась на лице Цинь Винтяня. Его взгляд скользнул в сторону, и перед ним появилось несравненно красивое лицо. Ее благородные брови были сравнимы с полумесяцем. Ее черты лица были такими же красивыми, как нефрит, а ее кожа была настолько гладкой, шелковистой и нежной, что казалось, что она может повредиться от малейшего прикосновения, вызывая у мужчин непреодолимое желание поцеловать ее. У Цинь Я был тот же статус, что и у Бай Цусюэ. Она была одной из четырех великих красавиц в городе Небесной Гармонии и была самим воплощением красоты. Если бы я был тем, как ты сказала, вожделеющим прекрасных женщин, то я бы приставал к сестренке я каждый день. Рассмеялся в ответ Цинь Винтянь. Хватит нести чепуху. Слегка отругала его Цинь Я и продолжила говорить. Ты вбил клин между отцом и моим уважаемым учителем, как мне жить, когда я вернусь обратно в Королевскую Академию. Как ты собираешься возместить мне это? Цинь Винтянь взял метеоритный камень Юань, который находился в кармане его мантии, и передал его Цинь Я, а затем, посмеиваясь, заявил. Астральная энергия, содержащаяся в этом метеоритном камне Юань, очень сильная, колебания энергии указывают на то, что это камень второго небесного уровня, можешь взять его. Цинь Я посмотрела на Цинь Винтянь и вздохнула. Каждый раз, когда отец дарил тебе метеоритный камень Юань, ты всегда скрытно передавал его мне. Теперь, когда я уже прорвалась в область артериальной циркуляции, как я все еще могу получать от тебя камни? Когда она вспомнила прошлое, взгляд Цинь Я заметно смягчился. Хотя Цинь Винтянь действительно рассорил Цинь Чуана и уважаемого учителя, она все равно не винила его. Маленький брат всегда помогал ей с культивацией. Всякий раз, когда их отец дарил ему метеоритные камни Юань, Цинь Винтянь всегда безоговорочно отдавал их ей, запрещая ей разглашать это. Если бы не ее младший брат, то как бы она достигла уровня, на котором была сейчас. Область артериальной циркуляции радостно воскликнул Цинь Винтянь. Хорошо, тогда на этот раз я оставлю себе этот метеоритный камень Юань. В конце концов, до собрания в поместье Бай осталось всего два дня. Крайне важно очень быстро поднять уровень силы, а метеоритный камень Юань поможет ему в этом. Винтянь, не беспокойся так сильно о людях, подобных клану Бай. Я хорошо знакома с большим количеством красивых девушек в королевской столице. В будущем, когда появится возможность, позволь представить их тебе. Утешила его Цинья. Только теперь Цинь Винтянь понял причину, почему Цинья пошла следом за ним и Мошангом. Она, должно быть, хотела утешить, так как сильно волновалась, что этот вопрос о помолвке в значительной степени может повлиять на него. Цинь Винтянь остановился, сел на корточке, сбив с толку Цинья. Глядя на Цинь Винтянь, она не могла не спросить, что ты делаешь, забирайся. Рассмеялся Цинь Винтянь, указывая на свою спину. Прекрати. Поспешно ответила Цинья, а на ее милых щечках можно было заметить легкое покраснение. Закатив глаза, она проигнорировала его. В чем дело, смазливая девчонка. Каждый день, когда мы были юны, ты залезала мне на спину, приказывая катать тебя. Теперь, когда мы оба взрослые, кажется, ты больше не считаешь меня своим братом. Цинь Винтянь продолжал дразнить ее, посмеиваясь, из-за чего Цинья топнула ногой по земле. Этот человек сейчас вытаскивает все смущающие воспоминания прошлого. Цинья была немного старше Цинь Винтяня, ей было почти 17. Теперь, когда она выросла, будучи стройной и элегантной, а также чистой, как нефрит, как она могла не быть смущена, когда Цинь Винтянь хотел покатать ее на спине так же, как во времена, когда они оба были детьми. Но, несмотря на это, она все равно запрыгнула на спину, крепко обхватив руками плечи Цинь Винтяня. Когда она осмотрелась вокруг, в ее глазах появилась застенчивость. Хорошо, поехали. Руки Винтяня поддерживали бедра Цинья. Он ощущал, как мягкие холмики уперлись ему в спину, вызывая возбуждение и заставляя его смеяться, и заявил. «Сестренка я действительно выросла». Закатив глаза, она прикусила губу и сказала на ушко Цинь Винтяню. «Как ты смеешь продолжать дразнить меня?» Несмотря на то, что они не были кровными братом и сестрой, отношения между ними обоими были чрезвычайно близкими. «Похоже, я зря волновалась», — произнесла Цинья, осознав, что этот маленький паршивец даже самую малость не тронут аннулированием помолвки между ним и бойцу Сюя. Пока они подшучивали друг над другом, вскоре они оказались в одном из дворов поместья Цинь Чуэна. Место жительства Цинь Чуэна можно разделить на два двора — восточный двор и западный двор. Цинь Чуэн, его жена, а также Цинья проживали в восточном дворе, а Цинь Винтянь с дядей Блэком проживали в западном. Сейчас во дворе была женщина, черты которой в значительной степени напоминали Цинья. Она была хорошо подтянутой, что казалось, будто ей было только 25 лет. Увидев, как Цинь Винтянь катает на спине Цинья, на ее лице расцвела нежная улыбка. Яер, ты уже взрослая, но по-прежнему любишь липнуть к Винтяню. Ее мать знала, что Цинья была старше Цинь Винтяня, но сцена, где Цинь Винтянь катал на спине Цинья, показывала наоборот, что она младше него. Мама, нет, этот человек пользуется мной в своих интересах. Надулась Цинья и слезла со спины Цинь Винтяня. Пользуется? Какие преимущества у тебя остались, что еще не были взяты им? Мягко улыбнулась ее мать, заставляя Цинь Винтяня стыдливо повернуть голову и встать с корточек. Мама топнула ногой по земле Цинья. Пойду навестить дядю Блэка, сказал Цинь Винтянь. Из-за того, как Цинья глядела на него, он мог сказать, что она смущена и поэтому намекает, что ему нужно уйти. Когда он прибыл на западный двор, то увидел слабую и ветхую фигуру, подметающую двор. Этой ветхой фигуре не хватало руки и ноги, а из-за сгорбившегося положения тела человек казался в глубокой старости. Дядя Блэк, давайте я помогу. Вышел вперед Цинь Винтянь и, когда старик повернул голову, он посмотрел на Цинь Винтяня, прежде чем спросил. Ты уплотнил астральную душу? Цинь Винтянь спокойно кивнул головой и не был удивлен, что дядя Блэк сразу его спросил. Какой небесный уровень? Какой тип созвездия? Дядя Блэк продолжал спрашивать. Пятый небесный уровень, созвездие небесного молота. Дряхлое тело дяди Блэка слегка вздрогнуло, и он быстро выпрямился, после чего он пошел на задний двор, не говоря ни слова. Цинь Винтянь молча последовал за дядей Блэком на тренировочную площадку, расположенную во дворе, только чтобы увидеть, как дядя Блэк садится на каменную скамейку и смотрит на него. На протяжении всех этих лет я был тем, кто заставил тебя разрушить меридианы, из-за чего ты терпел невообразимую боль, и я даже запрещал тебе поглощать юаньцы неба и земли и уплотнять астральную душу. Ты меня ненавидишь, дядя Блэк? Еще с юности я уже понял, что вы советовали это мне с благими намерениями. Если бы я поглощал юаньцы неба и земли, это вызвало бы снижение восприятия, а если бы я рано сформировал природную связь с созвездием, когда мое восприятие еще не усилилось через медитацию, то как бы я смог уплотнить астральную душу пятого небесного уровня? Ответил Цинь Вин Тянь, улыбаясь, а затем продолжил. Только путем накопления достаточной силы от медитации, я смог надлежащим образом поднять чувствительность. Самоуничтожение меридиан не было катастрофой, наоборот это было благословением. Все люди по своей природе жадные и в наше время ищут способы быстрее совершенствоваться, поглощая юаньцы неба и земли, одновременно культивируя и пытаясь ощутить астральную энергию из астральных рек в девяти небесных уровнях, чтобы уплотнить астральные души. Они не понимают, что поглощение юаньцы неба и земли похоронит их таланты в попытках ощутить астральную энергию. После многих лет медитации результаты уже показаны, раз ты уже уплотнил астральную душу. С сегодняшнего дня я не буду беспокоиться о твоих методах культивирования, но ты должен помнить кое-что. Никогда, слышишь меня, никогда не поглощай юаньцы неба и земли. Только в том случае, если ты не будешь поглощать ее, астральная цифр в твоем теле будет достаточно чистой, чтобы ты мог открыть астральные врата и уплотнить множество астральных душ в будущем. Цинь Вин Тянь молча кивнул в знак согласия и сказал, я запомню. В конце концов, это был совет, дарованный самым могущественным звездным боевым культиватором. Глава 9. Нисходящий кулак дракона. Дядя Блэк посмотрел на Цинь Вин Тяня и после заявил, ты уплотнил астральную душу, дай мне взглянуть. Цинь Вин Тянь, слегка пожелав, открыл астральные врата, и в тот же момент слабая тень небесного созвездия молота материализовалась у него на лбу. Кроме того, на контуре астральной души можно было увидеть лучистая корона из чистого золотого света, словно подчеркивая высокое качество данной астральной душой. Астральные реки существуют в девяти небесных уровнях небес. До тех пор, пока можно уплотнить астральную душу, принадлежащую к трему небесному уровню или выше, вокруг астральной души будет корона золотого свет. Чем выше качество одного созвездия и чем больше может быть в нем ужасающей астральной энергии, тем ослепительней будет свет короны. Все астральные души с один год до девять го небесного уровня будут сиять своим собственным светом. Для астральной души, уплотненной с три го небесного уровня и выше, корона света изменится, превратившись в чистый золотой цвет. И как правило, пока кто-либо испускает астральную душу, люди смогут сказать, на каком небесном уровне была уплотнена астральная душа. И обычно только легендарные существа области небесного ковша смогли бы открыть до четырех астральных врат и конденсировать астральные души с четырьмя небесными уровнями. Но ты в подростковом возрасте уже непосредственно уплотнил астральную душу, сформировав врожденную связь с созвездием пять го небесного уровня. Такой шокирующий талант может принести тебе много пользы, но в то же время может быть и трагедией. Ты понимаешь, дядя Блэк смотрел на Цинь Винь Теня, пока постепенно все объяснял. Цинь Винь Тянь склонил голову, соглашаясь, естественно, он понял смысл. Когда астральная душа Бай Цуси достигла лишь три го небесного уровня, ее имя уже гремело по всей страничью. Если новость о его уплотнении первой астральной души пять го уровня небес просочится, то будет много людей, желающих причинить ему вред или даже убить его. Области культивирования могут быть следующими. Очищение тела, артериальной циркуляции, юаньфу, и затем небесного ковша. Культиваторы области небесного ковша также известны как правители небесного ковша. Культиваторы области небесного ковша обладали силой, далеко превосходящей областью юаньфу. Даже в стране Чу с населением в триллион человек число таких культиваторов можно пересчитать по пальцам одной руки. Если бы появился один из них, то мощь и власть в его распоряжении будет сопоставима с целой страной. Ты до сих пор помнишь набор методов иглоукалывания, которому я обучил тебя раньше. Это должно позволить тебе скрыть сияющую золотую корону твоей астральной души. Дядя Блэк продолжал спрашивать. Я помню. Цинь Винь Тянь кивнул головой. Хорошо, твоя первая астральная душа уплотнена из созвездия небесного молота, что подарит тебе крайне тираническую силу атаки и непробиваемую защиту. Хотя я и сказал, что больше не буду беспокоиться о твоем самосовершенствовании, но все хочу напомнить, чтобы ты проявлял большую осторожность в выборе созвездия для уплотнения второй астральной души. Будут лучше те созвездия, которые смогли бы ограничить движение противников с учетом твоей безумно сильной атакой. Я понял. Цинь Винь Тянь ответил почтительно. Можешь идти. Дядя Блэк прикрыл глаза, а Цинь Винь Тянь остановился, достигнув границы полигонов. Здесь была книжная полка с множеством книг и учебников. Содержание в них было жизненным усилием и опытом дяди Блэка. С самой юности Цинь Винь Тянь рос, читая все книги, что хранились здесь. Большинство книг содержали методы акупунктуры, из-за чего Цинь Винь Тянь догадался, что дядя Блэк наверняка что-то делал с астральной душой и глоукалыванием. Разнообразие методов техник акупунктуры, записанных здесь, было просто огромным. Были методы, используемые для исцеления, чтобы сгладить меридианы, чтобы зажечь скрытый потенциал и дыр. Теперь, когда Цинь Винь Тянь смог стать звездным боевым культиватором, он сможет воспользоваться методами акупунктуры на астральной душе для большего эффекта. Цинь Винь Тянь достал одну из книг с полки и, сев со скрещенными ногами, начал заново просматривать ее содержание. После этого он достал серебряные иглы и начал вставлять их в различные точки акупунктуры, расположенные в области головы. Через несколько мгновений Цинь Винь Тянь ощутил эффект. Яркость лучистой короны золотого света стала уменьшаться. Этот метод может повлиять лишь на интенсивность астрального света. Несмотря на приглушенный свет, мощь, содержащаяся в астральной душе, была по-прежнему неизменной. Цинь Винь Тянь не знал, что именно этот набор методик акупунктуры, который он использовал, был очень редким и ценным. Во всей стране Чу нет тех, кто смог бы сделать то же, что он. После долгого периода времени Цинь Винь Тянь вытащил серебряные иглы и, открыв глаза, произнес, понизив голос, успех. Теперь, если только я не специально использую астральную энергию для силового взлома печати, то цвет моей астральной души останется неизменным. Когда Цинь Винь Тянь достал метеоритный камень Юань, то почувствовал резонанс огромной астральной энергии, содержащейся внутри. Все метеоритные камни Юань происходят из небесных уровней и были чрезвычайно драгоценными. Количество астральной энергии, содержащейся внутри созвездий, было несравненно огромным. Хотя звездные боевые культиваторы чувствовали и поглощали астральную Ци, количество, которое они могли поглотить можно было посчитать каплей воды в океане. Таким образом, даже если метеоритный камень Юань был небольшого размера, астральная энергия, заключенная в нем, была очень страшной. Кроме того, метеоритные камни Юань могут быть использованы, чтобы значительно увеличить вероятность общения с созвездиями. Например, если бы Цинь Винь Тянь через медитацию использовал метеоритный камень Юань в руке, то в дополнение к его чувствительности он смог бы ощутить связь между астральными созвездиями, откуда спустился сам камень. Кроме того, преимущества метеоритного камня Юань включают формирование врожденных связей с созвездиями, помогая культиваторам в поглощении астральной энергии, или даже уплотнении астральной души. Таким образом, многие культиваторы использовали метеоритные камни Юань в качестве средства для становления звездным боевым культиватором. Поэтому можно понять, насколько ценными были метеоритные камни Юань. Обычным культиваторам, что были не из влиятельных семей, было почти невозможно использовать их. Огромное количество астральной энергии, заключенной в этом камне, в дополнение к властной энергии от небесного созвездия молота должно помочь мне быстро прорваться. Цинь Винь Тянь сказал про себя, когда он достал руководство нисходящего кулака дракона, что дал ему Мошанг, его сердце слегка дрогнуло от изумления. Нисходящий кулак драконы – это врожденная техника. Область очищения тела легла в основу пути боевого искусства, давая шанс получить совершенное человеческое тело. В этой области культиватору было невозможно развивать врожденные методы. Культиваторы, которые были в первой области развития, области очищения тела, могли в лучшем случае культивировать лишь основы врожденных методов. Только когда культиваторы прорывались в область артериальной циркуляции, они могли развивать врожденные методы, которые обладали тиранической мощью. Суть нисходящего кулака дракона обладала властным и неуступчивым характером, сродни настоящему дракону. Пособие разделено на две части. Первая – раздел с обычными атаками, и вторая – с врожденными методами. В первом разделе было всего три позиции, а именно – бушующий дракон, покидающие океаны, столкновение драконов в дебрих и рев дракона девяти небес. Я буду тренироваться техники нисходящего кулака дракона днем и поглощать астральные ци из небесных созвездий ночью с помощью метеоритного камня Юянь в надежде прорваться. Надеюсь, моя сила стремительно увеличится через два дня, что позволит мне вернуть авторитет клана Бай. Подумал Цинь Вин Тянь. В конце концов, лучше дождаться ночи, прежде чем пытаться поглотить астральные ци из небесных созвездий. Первый шаг нисходящего кулака дракона бушующий дракон, покидающий океаны. Этот шаг кажется обманчиво простым, но, чтобы освоить его, нужно достичь нужного напора с несгибаемой волей. Как разбушевавшийся дракон, вышедший из океанов, тогда, возможно, он сможет стать несравнимо мощным. Цинь Вин Тянь детально проанализировал критические моменты данной позиции, так как он одновременно тренировал первые позиции внутри полигона. Когда он махал кулаками, то вообразил астральную энергию внутри себя и изобразил бушующего дракона, тиранического и властного, иступленно выходящего из океанов. Неправильно, мои движения были слишком медленными, они полностью отличаются от движений тела, что изображены на рисунке. Во время тренировки Цинь Вин Тянь неоднократно анализировал, постоянно стремясь соответствовать изображениям на рисунке, и обдумывал критические моменты, выделяя суть движений. Спустя долгое время Цинь Вин Тянь замер. Закрыв глаза, он углубился в созерцании своего мысленного взора, казалось, он мог видеть гигантского дракона с тиранической внешностью и чрезвычайно свирепым и мощным видом. Внезапно Цинь Вин Тянь открыл глаза, и просветление расцвело у него на лице. Цинь Вин Тянь согнулся, шагнул вперед, приняв позу дракона, и раздался яростный рев, подобный бушующему дракону. Оглушительный звук отразился, когда кулак умчался вперед к огромному каменному блоку. Камень тут же взорвался, и каменные обломки разлетелись в четырех направлениях. Ух! Длинные волосы Цинь Вин Тянь развивались на ветру, он был наполнен безграничным энтузиазмом. Глядя на кулак, его очаровательные глаза были яркими, как звезды. Сила этого шага была даже больше, чем он ожидал. Если в будущем он перейдет в область артериальной циркуляции, то сможет в полной мере использовать истинную божественную мощь этой способности. Насколько это будет страшно? Сила настолько могущественна, что он даже сможет подчинить дракона и укротить тигра. Даже если он уже ухватил самую суть этой позиции, Цинь Вин Тянь не остановился, а продолжил усердно тренироваться. Это чувство, вызванное шансом получить огромный уровень силы, делало его крайне взволнованным и заставило вскипеть его кровь, и разжигало огонь в сердце. Время быстро прошло, и уже опустилась ночь. Прислуга Цинь Я, пришедшая, чтобы напомнить ему поесть, была отвергнута Цинь Вин Тянь, поэтому он запечатал учебных полигон и продолжил тренировки. За ночь с помощью метеоритного камня Юань, а также техники очищения тысячекратной закалки он уже достиг пика 4го уровня области очищения тела, и осталось совсем немного до прорыва на 5й уровень. За одну ночь и огромное количество астральной энергии, содержащейся в метеоритном камне Юань, было полностью поглощено Цинь Вин Тяньем. Можно было заметить, какими пугающими была его чувствительность к астральным созвездиям. Настал рассвет, но Цинь Вин Тянь упрямо продолжал использовать технику очищения тысячекратной закалки, пока, наконец, не прорвал барьер и не вышел на 5й уровень области очищения тела. 7 дней он потратил всего лишь 7 дней для прорыва на 5 уровней. Если бы это стало известно, то, без сомнения, вызвало бы огромный шок. После того, как он прорвался, Цинь Вин Тянь не был намерен отдыхать. Он сразу же продолжил обучение двоекраткой позиции нисходящего кулака дракона столкновения драконов в дебрях. За два дня Цинь Вин Тянь культивировал, забыв о еде и воде, полностью погрузившись в тренировки. Прошел еще один день, звезды в небе постепенно исчезало, и солнце поднималось далеко на восточном горизонте, отбрасывая на землю белые блики. Цинь Вин Тянь открыл глаза. Несмотря на то, что он не спал, он был полон жизненных сил. Цинь Вин Тянь молча смотрел на проплывающие облака в небе, будто у него были некоторые проблемы, скрытые в сердце. Сегодня было празднование дня рождения Бай Цин Сонга, когда множество представителей различных держав из королевской столицы соберутся в клане Бай. Думая обо всем, что произошло за последние несколько дней, Цинь Вин Тянь указалось, будто он спал. Клан Бай отплатил за добро злом, безэмоциональное Бай Цусюе, невинное Бай Цин, его стальная связь с Цинь Чуэном, и теперь в мгновение ока он уже стал звездным боевым культиватором сформированной астральной душой. Он решил, что все вопросы, будь они хорошие или плохие, должны быть решены сегодня. Глава 10. Сбор в клане Бай. Огненный шар инферно повис в небе, пока пламя разноцветных лучей освещало землю и окутало весь город небесной гармонией. В городе стояло большое количество изысканных строений и домов. Величественные здания под лучами солнечного света, казалось, испускали величественное присутствие. Даже древние улицы города были построены из роскошного песчаника. Все это ведет к гигантским площадкам, созданным для практикующих боевые искусства. Позади тренировочных площадок были внушительные трибуны, и за этой трибуной была большая резиденция. Это был клан Бай города небесной гармонии. Нынешний лидер клана Бай Цин Сонг сидел на трибуне. Рядом с ним была девушка примерно 16 лет с нежно-белой кожей, волосами до плеч и пышной фигурой. Настоящая красота. Поздравление с днем рождения лидера клан Бай. Под трибуной на красной дорожке, что была проложена на лестнице, множество людей почтенно обращались и предлагали свои поздравления. Бай Цин Сонг складывал руки в ответ и демонстрировал огромную улыбку на лице. Лидер клана Бай, вашей дочери только 16 в этом году, ее будущее безгранична. Гость, смеясь, заявил, бросив взгляд на Цусюэ. Вы слишком вежливы. Бай Цин Сонг отмахнулся от комплимента. Так как количество приглашенных гостей увеличивалось, атмосфера стала более оживленной. И было много приглашенных гостей, что привезли с собой представителей молодого поколения. Было очевидно, что они здесь, чтобы принять участие в соревновании с представителями различных держав в королевской столице. Гул. В частности, далеко на горизонте на песчаных улицах громовой звук раздался, будто там 10 000 копыт, закованных в сталь, мчалось по улицам. Хотя пока еще было большое расстояние между ними, все гости на полигонах чувствовали сильные вибрации земли, и их взгляды невольно обратились в сторону звука, а глаза равномерно сосредоточились на дальнем горизонте. Легион серебряных перьев. Кто-то крикнул, и толпа повернулась. Одетые в серебристые шлемы, серебряные доспехи и даже с серебряными седлами на снежно-белых конях рыцари, все они были потрясающе эффектными и ехали быстро в направлении трибуны, заставляя сердца зрителей непроизвольно содрогнуться. У города Небесной гармонии нет таких мощных войск. Очевидно, этот легион родом из королевской столицы. Подумала толпа про себя. Тут все подразделения легиона вышло на площадь перед трибунами. Выстроились равномерно, только щелочки глаз виднелись из их полностью бронированных людей. Острые и пугающие глаза. Лишь одного взгляда было достаточно, чтобы вселить страх в сердца зрителей. Шуа. Сплоченно раздались глаза.